хорошо вкус 59 выпуск какой-то скандал я уверен это не серьезно хотя может быть я ошибаюсь опять же учитывая что это было август сентябрь я уж конечно не помню что тогда происходило когда приземлился сам французская подумал блять здешний воздух отстой я дышу ему чувствую что он очень загрязнён как ты понял что он загрязнён понятно когда дышишь когда я приземлился и вышел из самолета я сделал глубокий вздох и понял что воздух грязный это по факту легко реально определяется ну типа если у вас реально есть нос вы определите местность норм типа хорошая или плохая то есть вы не сможете там точность определить но хуже или лучше скорее всего сможете мне нужная суперсила господа у меня заготовленное интро господа что если я скажу вам что можно получить аниме бесплатно бесплатно господа бля что сразу к этой теме просто это наша первая тема на сегодня со мной как всегда пацаны гаранты джоуи и я обезьянье мозг толком не поздоровался ты просто взял из этого начинаю все продажники стиле блин иллюминатов сначала троицу вы смема троицу тогда этим популярный продаме эту ручку не теперь они слушают они заинтригованы как же получить аниме бесплатно что использовал только классический прием ты что только чтобы не могу говорить сегодня настоящий продажник не запинается я сказал бесплатное аниме без запинки расскажи мне еще совсем беспалевный продажник но если вы перейдете на страницу кикстартера говорить об этом мы будем говорить о том как там правильно короче наша первая тема мы хотели обсудить ее еще пару недель назад но пришел крис и на прошлой неделе звезды опять сложились иначе мы ведь хотели обсудить аниме тюб крис тихо будет когда мы аниме обсуждаем так что мы запоздали на три недели на момент обсуждения тема уже ну да тема уже закрыта ощущение будто эта тема родилась и умерла в течение одного дня да так что где-то так это очень интересно что произошло на кикстартере появился сайт аниме тюб типа какое-то приложение по по сути это просто пиратский сайт наверное куда заливают аниме еще дополнительно с чатом а а стримы именно еще тут я вижу типа площадкой чтобы стримить аниме предлагали получить доступ принципе ко всем и все подумали ну наверное там будут тридцессортные тайтлы супер ужасно было по слухам били переговоры насчет евангелиона с любовью хина насколько я знаю это вот это было проблемы с копирайтами уже давно с любовью хин стоп стоп что смысле договариваться с правообладателем они собирались то есть собирались дело типа по сути просто очередную лицензию в чем смысл я не понимаю просто очередной лицензионный сайт тогда и на я не знаю не знаю кто конкретно указал именно с любовью хина смерти атака титанов стальной алхимик эти эти тайтлы уже есть на других стриме да представляю те которые уже не печатаются лет говорили про жизнь с нуля я не видел весь список там все аниме это же аниме тюб и знаете блин короче не знаю сколько стоит права найти тайтлы но я не представляю как права на евангелиона дают меньше чем за сто миллионов или типа того за нелепого большую сумму но наверное около того очевидно что эти ребята собираются потратить много денег я рад что компания возвращает власть народу и атакует такие маленькие инди компания как sony например на одну правообладателей да и разбираются с такими маленькими компаниями как sony и at&t понимаете просто кто-то должен разобраться а что они сделают что они нам сделают в общем да на этой странице пообещали это и за суки собрали около ста десяти тысяч долларов да это просто взялась из ниоткуда просто я помню как мы пришли в нашу студию утром и эти новости были посвящены все посты в моем твиттере такой что за дела мы стали смотреть и такие погодите это компания запустилась вчера и уже собрала больше ста тысяч долларов они обещают людям бесплатный доступ к аниме официально я такой в чем тут вообще дело это была полная катастрофа на ребят апрель был три месяца назад вы как-то опоздали с розыгрышами знаете да как-то непонятно уморительно уморительно и блин ну еще еще и столько слоев такое количество грустных моментов во первых ну думаю с уверенностью можно сказать что это либо самая амбициозная компания на кикстартере за все время до либо они брали да да быть осторожнее с такими словами иначе эти ребята могут подать на нас в суд насколько я понял да это разводка подставляться и говорить слово на букву r я лишь скажу я скажу что это выглядит очень разводительно другое слово на букву р не так я отнимал четыре месяца типа сегодня декабрь ну август сентябрь где-то них юль производительная разводка очень разводительно как по мне знаете мне вот искренне любопытно они опять таки они обещали что все эти тайтлы будут у них хотя даже себе сам амазон не могут заполучить и для этого нужно огромное количество денег и еще больше в связи до сомневаюсь что у ребятских стартера есть это чипа очевидно что amazon чисто в теории мог бы себе позволить ну пока не может быть там не как все все там просто некоторые они мне кажется уже право обладать или нет они просто вымерли а вот она основные всякие франшизами на просто про именно прокатывать сериал у себя на сервисах это ну реале как видим не то чтобы очень дорого дорого но обычный генд рядовые шоу я думаю там за несколько сотен тысяч можно прикупить все чтобы у netflix и sony не получилось купить права на них чего все решили что у ребят с кикстартера получится сделать это евангелион буквально не могли евангелион это выпустить 50 лет 20 никто не мог получить права до тех пор пока нетфликс даже не знаю сколько они заплатили даже у анна у самого автора не было прав а это его тайтл пока ему не пришлось блять с боем возвращать себе права просто безумие да да на мой взгляд дело в том что как ты сказал в этом вопросе очень много нюансов в теории это отличная идея когда есть ресурс где можно бесплатно и официально посмотреть аниме идеальном мире во первых грустно то что мы ржали над тем как глупцы пытаются победить крупные компании типа ума но если бы это было осуществимо я бы поддержать это было осуществимо однако не забывайте что речь-то идет о таких компаниях как netflix и sony компания у которых знаете есть парочка лишних долларов пара я не к тому что мы такие типа да мы топим за корпорации все на мой взгляд причина отчасти причина успеха этого в том что люди не любят корпорации и я это прекрасно понимаю если если вы не хотите поддерживать корпорации по своим собственным личным убеждениям я понимаю это но есть разница между я не хочу поддерживать корпорации и и типа я хочу поддерживать это чего бы блин это не было понимаете это я подавериться первому встречному это все равно что не покупать парацетамол в сетевой аптеке и купить его у местного наркоторговка что может пойти не так поэтому я своего рода опечален я опечален что в интернете есть много вебушников которые настолько не хотят платить компаниям что они готовы выбросить деньги на ветер ну дружи в конечном итоге вебушники топят за халяву я вообще не понимаю вебушников которые шлют компания нахуй но готовы выбросить деньги на воздух хотя при этом могу скачать все 100 рентов если они топят за халяву и вот это я это не одобряю не надо этого делать но если вы в любом случае по сути желать они потратили на все это да многие люди пожертвовали просто сотни долларов на эту компанию причем я лично видел что некоторые скидывали тысячи долларов я смотрел там около тысячи человек пожертвовала по сотне долларов так что если округлить пусть будет каждый по сотне это много денег вообще-то эквивалент годовой подписки на netflix или ничего не понимаешь дело не в деньгах дело послание важно послание суть которого меня развели но просто тут вот какое дело если бы хоть кто-нибудь удосужился включить хоть один нейрон свою мозгу просто подумать над логистикой всего этого истика просто поразмыслил бы и понял почему это все не выгорит потому что кажется будто сто тысяч долларов это много денег несколько человека так и есть же капля в море когда мы говорим о правах на аниме и в таком духе наверное на эти деньги дадут права на холл эпизода не даже на это не хватит возможно хватит прав на изображение но пол эпизода 3-ти сортного аниме скорее всего да и опять же вот что обещали прокат мне кажется просто 3-ти сортное аниме серии 12 можно получить буквально не вижу ни одной причины если блин еву за три оттали меня удивило это сериалы которые они по их словам хотели получить это все первосортные блять тайтлы они же стоят миллионы миллионы долларов одному богу известно сколько netflix заплатил на самом деле чтобы получить права на евангелион просто права на евангелион если кто не в курсе и не могла заполучить ни одна западная компания на протяжении лет десяти или типа того с момента создания да 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 и вот момента как развалилась я просто не припомню другую компанию которая получила бы права на евангелион думаю многие до сих пор считают что аниме это неприбыльное дело но некоторые татлы запросто могут стоить сотни миллионов долларов стоп стоп они прокатчики прокатчики не получают ни за мерч ни за что они не выкупают права netflix не выкупил права на франшизу евангелиона на блин миллиарды ну может миллиарды она заработала миллиарды это точно знаю когда исследование проводил на тот момент вроде 4 миллиарда но заработала до вроде бы четыре понятное дело что никто не продаст права на франшизу но прокат у себя на платформе он стоит не так дорого типа они путают понятие выкупить франшизу чтобы она принадлежала тебя тебе и просто обычный прокат там кранч роли netflix и там в академии так далее если бы это стоило реально таких огромных денег и ты бы ничего не получал кроме своего проката никто бы этим не занимался потому что ты что получаешь люди люди будут приходить платить тебе там две копейки столько стоят подписки в рамках каких огромных сумм и будут смотреть там иногда что-то опять же меня нет статистики да там сколько сколько людей смотрят конкретный тайтл но я уверен это исчисляется тысячами на том же в экономе да вот здесь брать русскоязычный то есть там есть какие-то там хайповые тайтлы может быть там десятки тысяч может быть сотня ответом максимум обычная типа тайтл там тысячи всего лишь и само собой это вообще не рентабельно было бы у нибудь тайтла из сен-н-джампа например геройская академия атака титанов истребитель демонов стоит около миллиарда уже доказано так вот но не прокажет стоит миллиард не не права получить на прокат господи я я умираю просто я хочется скидывать этот разговор они просто говорят в пустую в молоко и потому что не разобрались теме блин и вроде к не должны были готовиться ниже они же пришли сюда не с это же не случайно появилась тема это буквально первая тема которую они готовили о которой они хотели поговорить заранее вот они говорят вот они сейчас шутили о челиках которые вкладывают деньги в воздух типа включите один нейрон вы сами включите хотя бы один нейрон в данной ситуации чем вы лучше вы не теряете деньги единственное да вы чуть лучше но с точки зрения рассуждений вы ошибаетесь в те же самые геометрические просто какие-то безумные цифры в десятки сотни тысячи раз они ошибаются в цифрах это очень я просто я не понимаю кто кто это они просто вообще знаешь что такое капитализации компаний сколько стоят компании сколько они зарабатывают они понимают что такое миллиард долларов что такое миллион долларов у них у них есть понимание вот планки цифры этой тебя насколько сильно они отличаются они говорят цифры просто в пустую сотни миллионов они знают что например sony а сколько sony сейчас я забыл sony не такая большая компания на самом деле там 30 миллиардов по моему долларов капитализации у них или что-то в этом духе это я даже сейчас пойду проверю чтобы не было словно не быть в свое время я занимался этим собственный капитал 34 миллиарда долларов на 2019 год 34 миллиарда долларов ваша sony всего лишь и это а гигантская корпорация прибыль у них чисто всего 8 миллиардов с половиной им принадлежит почти все аниме то то есть сама аниме индустрия как и кино индустрии кино индустрии тоже очень маленько вы знаете да что на 100 всего лишь до миллионов миллиардов нет чтобы жить что несу кстати сколько сейчас интересно диплом я писал до 4 года назад уже все позабыл да да 100 миллиардов 100 миллиардов 100 миллиардов все правильно а игровая индустрия уже обошла еще в когда я писал диплом она уже обошла на сколько сейчас наверно еще сильнее игровая индустрия обошла кино там было 130 может быть сейчас уже сильно больше сейчас за последние годы очень раздулась все игровая индустрия короче суть в том что все кино это 100 миллиардов все вообще все все во всем мире голливуд болливуд аниме и так далее то есть одно apple одно apple одно одна корпорация в 10 в 15 в 15 раз дороже чем вся индустрия развлечения кино одна apple а есть еще один такой же microsoft миллиардов миллиардов я оговорился но я сразу вот я сразу понял что я оговориваюсь потому что я понимаю что миллион это слишком мало поэтому я пошел так стоп миллионы в черняка это миллиарды конечно же а чё маск не у кем маска сейчас тесла раздулась пиздец как конечно я хотел сказать о чем маска ну да у него сейчас тесла раздулась не на том же даже близко не на том опять же то что он самый сейчас богатый человек в мире не делает его компанию самой дорогой в мире да ладно тесла уже триллион серьёзно кошмар я думал все еще где-то 300 не верю ща проверю 22 миллиарда капитализация теслы 22 миллиарда капитализация теслы 22 миллиардов где где вubi и было много ходить не надо как говорится машины просто столько не стоят эти они не могут стоить триллион и это понятно блин А, да ну нахер Все окей, я забираю свои слова назад Охереть Капец она выросла Вау Буквально за последние два года Кошмар Я понимаю Басата, который говорит, что он вообще не понимает, что происходит Потому что с его крыши уже давным должно все это было лопнуть Потому что это очевидный пузырь, который все не может остановиться и не может лопнуть Хори, бак Да, я согласен А что вам не видно, если хотите Можете открыть Сами В принципе, я ничего нового не скажу Но SpaceX уже, по-моему Он, кстати, у него нету случайно Материнской какой-нибудь Может быть она Материнский принадлежит тоже Еще я даже посмотрю Она полностью самостоятельная 52 миллиарда В настоящее время 100 Вклад Околоземные спутники Starlink 100 миллиардов сейчас На Правда, может быть уже больше Это данные октября 20 Но Но она вряд ли так сильно раздулась, как и Tesla Да и Я не думаю, что Не, не, мы сейчас обсуждаем не прибыль, а именно Насколько мне известно, Tesla все еще не очень рентабельно Именно продажей производства самих машинок Просто в нее вкладываются Типа акции скупают И вкладываются люди Потому что видят в этом смысл и будущее То есть Так-то пузырь и посоздается И Если ничего не происходит И люди вкладываются, 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 вкладываются В том, в один момент Все вдруг резко понимают, что в этом нет смысла И ценность акций падает И все рушится Но по какой-то причине все до сих пор верят Поэтому это удивительно Типа, что до сих пор ничего не лопнуло От какой державы От американской мало на самом деле В Америке Не особо Постараюсь Там, условно, Норвегия Продвигала Tesla сильнее, чем на США Потому что в США, очевидно Есть свои концерны General Motors, например Которому невыгодно Чтобы Tesla Рынок завоевывала Поэтому Принимаются все Вещи, чтобы Помешать Установке всяких этих Подзарядочных станций И тому подобное Ведь Нужно новое оборудование Для того, чтобы Машины Tesla Разъезжали свободно Ладно Мы, кстати, сильно отвлеклись от темы И перешли на какую-то Финансовую штуку Опять же Мои знания далеки от идеала Я, например, не знал, что Tesla Настолько сильно выросла Я знаю, что она сильно выросла Но что, блин, настолько Для меня, конечно, это все же шок Но То, как они ошибаются сейчас Это, конечно, жесть Потому что Говорить о каких-то сотнях Миллионах Миллиардах И Равно аниме Аниме Это дешевый продукт Для дешманских людей Он ничего не стоит Вся индустрия очень дешевая Вот, кстати, аниме индустрия Исчисляется уже Миллионами Я думаю, тоже Это загуглить можно Потому что я помню Как сводки постоянные были Единственное, что да Я бы сделал там феномен В последний год Блин, слушай, я думал Это будет быстрее найти Просто я помню Выкладки за год я читал Но это, блин, было В прошлом году, по сути А выкладки за этот год Еще, само собой, не выдали Фейд это аниме А вот Фейд Гранд Ордер Это Игра Как и Геншин Там Импакт Как и Принцесс Коннект Какой-нибудь Как Ума Мусама Игра Аниме, кстати Да, это аниме Ну, короче Там, я думаю Сотни миллионов долларов Может быть Там Миллиард Там максимум Два Ну, три-четыре Ну, то есть Вот такие цифры Вся индустрия Да, вот Вся индустрия Но Они говорят Чтобы купить права На какой-то один сериал Нужны вот Суммы таких размеров Права проката Так, ладно Все Мы говорили Почти 20 минут И впечатлительные фанаты аниме Они верят, что такой идеальный мир возможен Интересно, что моментами мы совершенно забываем И мы принимаем это просто как заданность Да Мы работаем на японскую компанию Знаем, как все устроено Нельзя просто так говорить, что ведете переговоры Это Самое главное Так нельзя в бизнесе Тива Особенно в Японии На мой взгляд Сделку нельзя читать закрытой Пока она не загружена Ты читал их ответы на вопросы? Что там Что там написано? А, ладно Я читал отрывок И ты помнишь отрывок про продажу права? Да, я помню, в одном разделе Там был один вопрос Он звучал, типа А разве передача прав на аниме Не стоит огромных денег? И... И там серьезно было написано На самом деле Передача прав на аниме Стоит не так дорого Сколько прибыль с них Никто не говорит об этом Из-за соглашений А не разглашений Но На данном этапе Мы ведем переговоры С несколькими японскими компаниями И, в принципе, по сути Это и был ответ на этот вопрос Смогут ли они получить права? Да Считай, они сами себе Палки в колеса ставят Не надо было отвечать на этот вопрос Нельзя говорить Нельзя говорить, что ведешь переговоры Нет Это очень конфиденциальная информация Да, да И не просто так И все компании такие Да Вы его знаете? Да Ну да Ну, опять же, был случай Кажется, сотрудник компании Райт Став Не помню, был ли это Гендир Короче, их представитель Кажется, это американская компания Которая покупает права Опять же, могу ошибаться Короче, либо они покупают права Либо продают диски И они связались с ними Типа, кажется, вы указали Некоторые наши тайтлы И сказали, что ведете с нами переговоры И этот парень твитнул Мы никогда не вели с ними переговоры А те ответили Мол, мы отправили вам сообщение на Линкдин Это они называют ведением переговоров В таком случае я веду переговоры Со всеми, кто пишет мне По поводу всякой тупой хуйни Пиздец Это все равно, что, братан Я написал тебе в личку Ты что, не ответил? Я видел, ты прошел мое сообщение Пожалуйста, ответь Мы ведь уже ведем переговоры, да? На кону миллиона долларов Потому что я написал тебе в Линкдин Я тебе в личку написал Дай, пожалуйста, права на аниме Пожалуйста, выдай мне тайтл А оно ведь все так и работает, верно? Я веду переговоры со своими любимыми суккубами И я написал, но они пока не ответили Но мы точно ведем переговоры Работаем над повесткой Это какой-то бред, да? Это больше похоже на монолог, а не на диалог Просто, блин, это все... К счастью, у них ничего не выгорело Да И да, боже мой, какой же это пиздец Да, это просто было так странно Мы знали, что все это сгорит еще на взлете На временном Насколько я знаю, сейчас их страницы уже убрали С Кикстартера, верно? Насколько я знаю, да Я надеюсь, что да Все еще здесь Еще там? Еще там? Но сбор денег прекращен А Окей Значит, никто им больше не задонатит Да, очень хорошо Хорошо Ну понятно, это... Значит, Кикстартер приостановил 11 тысяч долларов, да? Не знаю, правда ли это, но я видел один скриншот Он на днях попался мне на глаза И судя по нему, это их не остановило Они запустили рассылку И ты сможешь... Донатами Она стоит 1 доллар 1 доллар, чтобы подписаться на рассылку И получать обновление Они просто дают свои деньги Обновление на что? На статус переговоров? Я не знаю Серьезно, я вообще без понятия И это... Рассылка на этой неделе Мы ведем переговоры с ADV Это ведь не будет права Это просто очень грустно И очевидно, что... Только должно быть, как это Я не шучу, но у Netflix не просто так Нету своего сервера в Discord У них есть свой Discord сервер, где они банят людей И, блин, что это? Это же не разработчик симулятора Яндеры Что это? Что? Блин, что тут происходит? Неожиданно всплыло Ну и тут все очевидно Они уже дважды запускали эту компанию И дважды у них ничего не получилось Да-да Она провалилась дважды Да, я видел другие похожие компании на Kickstarter Это уже их третья попытка на Kickstarter Да И кажется, я видел, что на Microsoft Store Было похожее приложение, но его тоже убрали Так что они делают это уже очень давно И все такое Ну, очевидно, что каждый раз они срубают немного бабла Да-да-да-да Почему бы и нет, в конце концов? Они довольно смелые делать так третий или четвертый раз Чего остудиться? Да, реально Я сочувствую, если вы, блядь, пожертвовали на это деньги Да, я бы сказал, типа, скажем так, мне симпатична сама идея Да, помимо самих намерений, мне симпатизируют подобного рода идея Все этого хотят Ну да, все подобного хотят Потому что, мне кажется, у меня ощущение, что золотая эпоха стриминговых сервисов в прошлом Потому что мы уже прошли тот период, когда все сериалы, которые ты смотришь, находятся на одной платформе Да Печально, однако все именно так и обстоит Похоже, все это пошло скорее по пути, знаете, кабельного телевидения Но когда корпорации начали понимать, что стриминговые сервисы приносят большие деньги Уже было понятно, по какому пути все это пойдет Ну конечно, конечно К сожалению, деньги решают И если было бы возможно создать платформу, где собрали бы все аниме-тайтлы Уверен, ее бы уже создали Да Уверен, тот, у кого много денег, ее бы уже создал, но... Не хотел бы сообщить вам горькую правду, но аниме — это бизнес Холи шит Какая-то шутка, они сделали это аниме, чтобы заработать денег, фу, какая вежность Помощи крупных инвесторов Да, возможно, лет 10-15 назад Это, возможно, в момент зарождения эпохи стриминговых сервисов могло получиться Когда Crunchyroll только появился, но эти времена давно закончились Уже невозможно, чтобы маленькая компания пошла кучи большой Ну да, например, к Vibi приобрел около 6 миллионов долларов Чаще, блядь, закрыли? Да, но на сегодня о нем никто не помнит А я помню, это тюрьма Не очень понятно немножко все равно Смеси на ходу И в чем разница? Который ушел из Диснея и стал основателем DreamWorks, забыл его имя Так вот, он сделал стриминговый сервис Квиби И в итоге... О, боже мой, я его помню! И в итоге он не выстрелил, хотя в него инвестировали миллиарды долларов Просто безумие Ну, если я правильно помню, то он закрылся недели через две Да, почти два Вроде бы я не... Лола-то совсем современный, я думал, ты знаете, лет пять назад, хотя бы Типа, как разорождение Уверен, я не учитываю предыдущий год Серьезно, он у меня просто выпал Я ничего из него не помню 2019-й? В прошлом году был? Да Блядь, лично я считаю, что мне все еще 22 Знаешь, это просто... Такое ощущение, что в 2020-м просто появился, блядь, Кинг Кримзон И стер целый год из существования, мы его проскипали Такое ощущение, что месяц назад был апрель 20-го Странное ощущение Да, а прошла всего лишь половина 2021-го Это ужасно А разный миксер не исчез тоже? Да, исчез Да, 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 вот про миксер это я слышал из-за Нинджа Хе-хе-хе, вроде бы, да, это, что его туда покупали За какую-то баснословую сумму А, и потом все, на Twitch вернулся Миксер же исчез, да? Я ебать досадно, я не перешел на миксер Получил бы полную компенсацию Нельзя обеспечен на всю жизнь, а лишь бы Благодаря ему все знают, что такое миксер Вот, да, да, да Ну, да, даже с учетом вот этих провальных проектов Просто в стриминговые... Кстати, реально жалко, что миксер провалился Не потому, что мне не пофиг на миксер А потому, что это бы создало конкуренцию Твичу хоть какую-то А так, очередной раз, ты еще Монополист и пизда Да, фу... Это не по отношению к какому-то там полу Или что-то такое Это просто междометие Да, ведь факт, можно говорить По-английски это что-то типа того же Вот, чтобы такого не было Нам и нужен был миксер Потому что Твич сходит с ума, конечно По абсолютно ненужным вещам Из-за отсутствия конкуренции Деятельность-то какую-то надо показывать Блин, там люди на зарплате сидят Во всяких там отделах Тысячи людей, блин Ну, сотни точно Бездельников Не мне, конечно, это говорить Но все-таки Я не знаю Я на миксере ни разу не был Но... Я даже не знаю Как там относились бы к стримингу Аниме того же самого Но... Что Ютуб, что Твич Являясь монополистами, конечно Ничего хорошего не делают Можно сказать, конечно Что Ютуб создал некую оппозицию Твичу Когда стал тоже стриминговой площадкой Но там Больше проблем, скажем так Из-за того, что Ютуб Уже там весь обмазан Всякими правами и так далее Там изначально было посложнее С этим всем Сервисы инвестируют Просто миллиарды долларов Тогда жалко, что миксер закрылся И они точно не собирают деньги на кикстартере Да, да И, к сожалению, даже если есть Какая компания на кикстартере Считается самой финансово успешной? Какая? Я не знаю Тот факт, что мы не можем вспомнить Говорит о многом Да Уверен, есть успешная компания Но я этим не интересовался Ну да, чтобы... Просто, если собирают на хороший продукт Я куплю его после релиза Да, да, да Я вот просто подумал Те деньги, те деньги Которые пользователи донатят на кикстартере А не... Даже у самой успешной компании на кикстартере Были бы проблемы с тем, чтобы стать стриминговым игроком Единственная компания, которая пришла мне на ум Была посвящена солнечным очкам со встроенными наушниками Вы помните это? Да, это пример успешной компании Была такая компания Я тогда учился в универе Разрабатывались очки, на дужках которых были наушники Типа передовая технология В общем, дужки вибрировали И через кость звук шел прямо в ваше ухо Что? И ты не слышал музыку? И я помню, что эта компания была успешной Они миллионы собрали Ну и... Это не похоже на успех Ну да Это самая успешная компания на кикстартере Это Уя? Уя? Уя! Уя самая успешная компания На бит, ты шутишь что ли? На восьмом месте На восьмом месте Уя это Уя Сколько собрали денег на Уя? Чего такое Уя? Да, но не забывай Если бы кто-то собрал Самая успешная была Бэббл с 20 миллионами Бэббл? Умные часы А, да Ты оборвал мою мусорь Да Даже если бы кто-то собрал 200-300 миллионов долларов Для стримингового сервиса Это хуйня Это правда На эти деньги многого ты не купишь Как я о чем? Даже с той суммой, которую собрали Самые успешные проекты на кикстартере Чтобы стать стриминговым игроком, нужны инвесторы извне, если они действительно хотят пободаться с крупными игроками, потому что там вертится много денег. Одногие из них на миле. Да, ага. Даже если каждый фанат аниме пожертвует один доллар, этого всё равно не хватит. Я не понимаю, зачем люди жертвуют деньги на Кикстартере. Не понимаю, как после этого всего кто-то ещё инвестирует. Ты когда-нибудь давал деньги на Кикстартере? Нет. Зачем? Потратить сотку на то, что потом можно купить за двадцатку? Нет, я лучше подожду. Пару раз я жертвовал. Не столько, конечно, сколько порой жертвуют некоторые, но всё же. Каждый раз, когда я смотрю на чей-то Кикстартер, на топовые тиры, ну, знаешь, там, тысяча долларов, десять тысяч долларов, и видишь, что осталось пара позиций, кто, блин, эти люди? Зачем они закидывают так много денег? Я бы пожертвовал на вещи, на разработку которых действительно нужны деньги. Например, на игру, но... Верно. ...не закидывал. Но, как правило, в таких случаях это сраные предзаказы. Но это создание продукта, разработчики работают над ним, а ты всего лишь делаешь предзаказы. Да, в случае Кикстартера, если речь у неё-то об инди-проекте, или о чём-то, что может быть разработано за счёт предки Кикстартера, то тогда я поддержу, да. Наверное, последняя компания, которую я поддержал, была посвящена проекту студии Триггер, вроде бы. Они собирали средства для второй ОВА Академии. А я тоже его поддержал. Ну да, на мой взгляд, это логично. На мой взгляд, именно для этого Кикстартера нужен. Да-да, но типа, если собираешь деньги, чтобы изменить, там, навести шороху в индустрии и всё такое. А потом появился целый сериал. На Кикстартер полезен, знаете, для инди-команды, которая работает над небольшим проектом. Но для проекта, который должен изменить лицо индустрии, нужно что-то иное. Обычно Кикстартер используют для всяких творческих проектов, правильно? Это платформа явно не для того, чтобы ты такой, типа, «Сейчас соберу денег и устрою переворот в индустрии». На Кикстартере всё одинаковое. Обычно мне показывают стоковую фотку, как люди бегут. Муд, включи мелодию, ну ты помнишь, какую-то... Которую на укулеле? Эту, или «Всегда есть», которая... Всегда есть мелодия для мотивации, и потом, типа, «У вас была проблема, которая вовсе не проблема?» Мы нашли её решение. И всё выглядит потрясающе. Но если подумать, то это дерьмо. Так всегда. Кикстартер приходит один и тот же тип людей, не так ли? Да. Они всегда проявляют слишком много энтузиазма. Привет, меня зовут Кайл. Обычно они живут либо в Калифорнии, либо в Восточной Европе. Ага. У них сильные акценты, они пытаются объяснить тебе, почему и по холодильнику лучше остальных. И как бы, ладно, это круто, здорово, но мне он не нужен. Наш последний проект – ходячий холодильник. Мы уже собрали 200 тысяч долларов. Это безумие. Я только что осознал, что Кикстартер – это современный магазин на диване. Да. Верно? Так и есть. Ну, по сути, да, так и есть. Просто я не верю. Вообще, ни иди на рекламе, когда случайному человеку дают воспользоваться продуктом. И он такой, вау, это круто. Просто в это не верю. Даже если это действительно так. Я не верю. Для меня это фухло. Я не верю, когда вижу плашку. Это буквально. Это ненанятый актёр. Да. А вы уверены? Кстати, вы видели, к слову, об аниме Чьюби. Вы, блядь, видели отзывы, которые у них там есть? Нет. Что есть у них на странице компании? Они… Вроде бы они попросили случайных людей со своего дискорда ставить отзывы о приложении или типа того. А ну, хорошее! Так, что там за отзыв? О, боже, да. Погоди, 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 получится мне их найти или нет? Нет. Но… Да, они, по сути, они, по сути, все одинаковые. Они, да. Ну, это просто… Знаете, если честно, я не верю тем, кто показывает отзывы. Я сам хочу их найти и прочитать. Постоянная техподдержка. Очень удобная. Всё логично и эргономично. Вне всякой конкуренции. Мне нравится. Бля, ну я сеньхер вне конкуренции, когда можно взять лицензию и перетрать её с диска. Лучшее приложение для просмотра. Аниме. Раньше я тратил дни на поиск… Дни! Это же очень сложно найти аниме. Спасибо, Роберт. Спасибо, Стефан, Роберт и Джеймс. Обладатели самых примитивных аниме-аватарок, которые я только видел за жизнь. Ну да, это… Это просто… Типа, мы будем вспоминать об этом просто как о страшном сне. Я… Да, я согласен. Я думаю, уже все забыли. Пиздец, как тупо. Не надо так. Вот я вообще не верю отзывам, которые опубликованы на этом же сайте. Понимаете? Даже если на другом сайте, да? Вот взять, например, Амазон, это ж пиздец. Обычно, если отзывы на этом же сайте… Я не верю таким отзывам. Пять звёзд не может быть. Это же твой же сайт. Я вообще отзывам с Амазона не доверяю. Особенно в Японии. Есть… Ну, справедливости ради, мы уже говорили об этом. Поэтому есть специальный сертифицированный продажник… Сертифицированный покупатель. Покупатель, да. Ну, это логично. Да. Нужно больше таких, как Мэйлин. Да. Да, отзывы, отзывы, Мэйлин. Нужна горькая правда. Отзывы, Мэйлин ходят в топ-5 лучших повестей. Я хирург, пишу отзывы. Просто мне плевать, пока продукт выполняет свою функцию. Некоторые. В общем, есть люди. Это просто отзывы для Амазона или ещё кого-нибудь? Да. Да, я всегда ставлю либо одну звезду, либо пять. Я из вот этих. На мой взгляд, продукт выполняет свою функцию или нет. Или нет, да. И вот, если всё прекрасно, круто. Вот и всё. Да, но что, если продукт выполняет функцию, за которую я заплатил, классно. Здорово. Вы не из тех, кто такие «мм, коробка помёта, две из десяти» или типа того. Ну, некоторые люди оставляют отзывы на мебель и пишут, мол, было сложно собрать. А две звезды, а я думаю, уверен, тут дело не на... Дело в тебе, бро. Да, уверен, тут дело в интерпретации. Продукт выполняет свою функцию. Да. Но в итоге на его сборку ты потратишь один-два часа. Ну, не знаю, бывают моменты, когда я стою над инструкцией и думаю, тут нужна докторская, чтобы разобраться в этой инструкции, которая была внутри. Понимаете? Любая мебель из Дакеи. Я понимаю, о чём ты, но в то же время... Так, у меня в доме стоит кофейный столик. Дизайн, которого чересчур усложнён. Там до нелепого много болтов и шурупов. Да. На сборку я потратил три часа, пользуюсь им уже два года. А когда-то весь назад, я понимаю, что мне плевать на эти три часа. Поэтому я и написал отзыв спустя три месяца. Просто я такой, ну да, всё норм. Не развалился. Поэтому я жду, если развалится через месяц, что ж, одна звезда. Да, да, да. Не должна она ломаться так быстро. Но некоторые люди пишут, типа, упаковка была слегка помятая, вот, думал, её доставят раньше. Идите нахуй. Ну, доставщик был со мной довольно-таки грубым. А это тут вообще при чём? Ну, опять же, даже если бы он сломался, сколько, по логике, он должен был простоять? У меня бы сломалась кровать, но ей уже два года. Это как? И ты купил её за 100 долларов, да? Купил за 300 баксов кровать и матрас. Звучит дорого это раз, и два года это мало звучит. Серьёзно, если бы у меня кровать сломалась за два года, которую я купил за 300 баксов, я бы сильно негодовал. Ну, знаешь, это довольно дёшево. Да, с учётом того, за сколько мы купили нашу первую мебель на Амазоне, на мой взгляд, наша текущая мебель стоит довольно долго. Ну, моя кровать, её конструкция, когда я её собрал, мне показалось, что она не выглядит очень уж надёжной. Тогда я понял, почему у неё три звезды. Да, да, да. Знаете, мэм, где чипсинка Читас удерживает дверь вместо щеколода? В общем, у меня в кровати есть тоненькая фанерная речка, которая, по сути, удерживает на себе весь вес кровати. Как-то не очень безопасно. Нет. Погачей в чате чекайте. Тысяча долларов за матрас. Это верно? Ну, однажды, кажется, я так просто, ну, не знаю, не скажу, что я прыгаю на кровать, раз бегать, но и не слишком беспокоюсь об этом. Ты не можешь такой аккуратно вылазить. Я как бы, я не прокрадываю свою кровать. Ничего подобного, просто проживаю всё. Вот лежишь на кровати, коронный приём Леди Борода, просто. Бум! WWE, спектр арена! Нет, так вот, я просто ложусь на кровать и слышу бум. Заглядываю под кровать и вижу, что эта штука просто, типа, перевернулась к уям. И я такой, а, ну ладно. Она не прикручена? Не-не, она стоит. Не знаю про что-то, но... 12, 16, 26, 36, 50, 20, 14, 50, 20, 30, 13, 44, 8, 12, 24, 20, 12. То есть 50, это считается прям верхняя планка, прям очень дорого. 20 средняя. Это под собственным весом. Она стоит буквально... Вот, представь, это кровать. Сейчас, как бы вот, типа вот так. И вот по центру вот эта деревяшка. И она, наверное, почти такой же толщины. И, в общем, когда я посмотрел, она стояла так. И я такой, а, ну понятно, и вбил обратно. Чиню так каждый раз, когда ломается. Да уж. Ну, работает же, главное, что работает. Пора купить новую постель. Да, купишь новую, ты же скоро переезжаешь. Да, скоро. Обновишь свой тост и... Тост обновить, тост? Прокатяй свой тост. Придётся купить новый тост. Да, я, конечно, куплю. Ты говорил, что тебе пружина упирается в спину, да? Ну, немного есть, да. Правда? Правда? Иногда это же приятно, знаешь. Мне нет. Неужели никому... Кому-то точно нравится. Мне нравится, когда пружины немного упирают. Ты знаешь, будешь, как типа посмотрели на всех в комнате, но никто не поддержал Конора. Говоришь просто, как типичный холоп. Слушай, ладно, я... Заткнись нахрен. Как ты смеешь? Я... Я... Порай мне по душе пружины, выпирающие из тоста, Конор. Я... Да не тост, блядь! Чего ты засыклился на тосте? Да не хочу, чтобы пружины оказались тостем, Гарн. Его тогда будет сложно разрезать. Нож почему-то отскакивает. Тост с примесью с линьки-пружинки. Так вот, когда я останавливаюсь в гостинице, там эта восхитительная... Ну, охуительная матраса Бегемодом. Какой там бренд, не помню. Слипис? Антигры-тотонный матраса? Или как он там, блядь, называется? Короче, Бегемод. Слипи, английский бренд с бегемотиком. Разве есть? Такой. Так вот, короче, это мега-убер-матрас 10 тысяч, и я такой, ну ничего так, неплохо. Хотя, опять же, их кровати нелепы. И я не... Я не думаю, что такая кровать сильно отличается от плохой кровати. Ну не скажи, дружи. Не знаю, шеф. Если матрас дерьмовый, тебе сразу это понятно. Да. Я спал на матрасе с эффектом памяти в родительском доме. Мне такие не нравятся. Я прям вот не люблю. В общем, я... Обожаю их. И в это... Ну да, потому что к ней надо привыкнуть. Но примерно через год просто потрясающе. Словно кресло пуф, надо просто опускаться в нем. Нужен месяц, чтобы подогнать под себя, но потом все очень круто. Не, мне нравится, когда матрас пружинит. На матрасе с эффектом памяти меня словно затягивают зыбучие пески. Ты погружаешься и такое... Да, в том-то и дело. Тебя просто обволакивает. Ну вот, ты... По-моему, спину держать дал, что... Это все равно, что признаться в своем одиночестве, если покупаешь себе такой матрас. Потому что это не такая уж увлекательная кровать, понимаете? Ты о чем? Ты о чем? Ну, как... Надо объяснять, Гарнт. Да, пожалуйста. Он не пружинит. Вас понял. Понимаете? Просто унылое зрелище. Словно трахаться на пуфике, понимаете? Ну, у меня нет кровати с эффектом памяти, так что... Ну, значит, ты понимаешь, о чем я? Мне нравится, чтобы пружинило, но мне нравится, чтобы пружинило, когда я сплю, понимаешь? Не в этом дело. Ты спишь, блядь, вот так вот, да? В рот иди, чтобы сами налетали. Нужно, чтобы пружинило, когда я борюсь со своими деванами во сне. Неужели надо это обеспечить? Популярность растет? Я понял. Спасибо, что подписки пропрашивали. Иногда просто хочется немного в баскетбол поиграть, да? Иногда хочется пофинтить с митерами, да? Иногда хочется пофинтить, да? Иногда хочется пофинтить, если понимаете, о чем я. Понимаете, к чему я клонюсь? Включайте воображение. Просто тостовые пружины ужасны. Их просто нельзя. Ладно, я не очень разбираюсь. Я же сказал постельные, разве нет? Ты буквально сказал тостовые пружины. Серьезно, да ёб твою мать! Постель, 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 постель. Гарн, ты идешь в пекарню за матрасом? Я не настолько богат, чтобы разбираться в матрасах. Ты не пошел в свой кровать, господи, ты к чему мы это все? Ты спала ранее на водяном матрасе? Мне кажется, это ужасно. Он реально прикольный. У меня отдельный. Это как будто бы, наверное, это реально удобно, комфортно? Ну ладно, на мой взгляд, он просто мега удобный. Но опять же, это потому что... Хотите для меня матрас эффектом попить и удобный. Он чем-то похож, потому что этот матрас повторяет полностью все твои движения. Движения твоего тела. Ну, это... Но опять же, если ты... Стол, но ты стал матрасом. Если у тебя большой матрас с эффектом памяти, вы не прикоснетесь друг к другу. Вы такие, типа, мы разделены, все, готово. Да, именно поэтому мне не нравятся матрасы с эффектом памяти. Ты проваливаешься, и все, и потом просто никакого движения. Больше нельзя двигаться. Так я об этом говорю. На таком матрасе ты просто проваливаешься, и все. Пары его покупают, когда договариваются, что больше не будут заниматься сексом. Но это... Это же так, да? Типа, дай мне порвалиться в свою ямку. Ну да, ведь у тебя есть... Типа, если ямка на таком матрасе сформирована, то двигаться в сторону, где нет ямки, очень неудобно. А что насчет подушек с эффектом памяти? Да, мне таки нравится. Да, а тебе нравится? Мне нравится, когда... Мне нравится устойчивость. Ну какие же они сложные штуки. Мне нравится, когда подушка любит пожестче. Я реально не понимаю. На меня есть просто подушка, просто матрас. Люблю, когда подушку сложно найти. На мой взгляд, подушка должна быть немного пластичной. Люблю подушку с поведением Тунде. Просто если ты проваливаешься слишком сильно, то это просто... Мне нравится, когда можно... И если мне не нравится подушка, я могу такой... Выбиваешь из нефти дерьмо, да? Просто выбиваешь из нефти дерьмо. Да, буквально. До тех пор, пока не станет болезненько. У меня куча подушек, я хз какие, они какие. Ухай, когда нужно отбить подушку, словно молотком для отбивания мяса. Словно хуячишь пастейку, берешь просто и такой... Всё, идеально. Да, когда тебе мне реально лучше приготовлено, наверное. Раньше у меня было две подушки. Хотя я сейчас не могу спать на двух. Это потому что я старею, это возрастает. На самом деле, у меня обратный случай. Раньше я мог спать на одной подушке, но сейчас сплю на двух. А я не могу спать на двух. Правда? Только на одной. Почему? Не знаю. Просто в детстве... Извините, в детстве. Возможно, мама покупала самые херовые подушки, может, по... А, понятно. И раньше, да, я спал на двух, как-то так. Да, я всегда спал на двух подушках. Нет, я сплю на одной подушке. Вторая у меня просто упирается в стену. А третья рядом, если я вдруг перекатываться во сне буду. Не, у меня было наоборот. У нас были очень-очень тонкие подушки. Да. И мы не могли позволить ещё одну подушку. Я спал так, окей. Я думаю, я... Да, пожалуй, поэтому у меня было две. Я думал, почему каждый день я просыпаюсь с головной бурью. Может, это потому что кровь к мозгу приливает, когда я вот так вот сплю. В японских отелях обычно подушки, которые мне не нравятся. Баку сплю. Какие? Двусторонние подушки. Двусторонние? Разве нести подушки и двухсторонние? Не-не-не. На них стороны сделаны из разного материала. А-а-а-а. Она похожа на твёрдый кресло-мешок. Кресло-мешок, который надо, типа, руками, мять и всё такое. С песком, верно? Да, ужасно. Обожаю такие. Мне нравится, когда спишь на подушке в футоне. Это такие, знаешь, подушки с песком. Они называют подушки в футоне. Не, мне не нравятся такие. Мне нравятся мягкие. А, я обожаю такие, потому что, опять же, получается идеальная высота. Я не сплю на спине. Серьезно, подушка с песком? По ощущениям, как песок. Обсловно песочные. И вроде бы на спине спать не самое полезное. По ощущению, это... А-а-а, они мягкие, они прям жёсткие. Это всё равно, что переусердствовать с набивкой для кресла-мешка, знаешь? Примерно так. Ну да, я, да, как-то я останавливался в отеле, и когда я уезжал, я такой, бля, песок. Просто ужасно, можно было перевернуть. Стоп, что? Я не знал этого. Многие из них двусторонние, и вторая сторона, как нормальная подушка. А, когда я останавливаюсь в отеле, я трогаю сторону с песком и такой, знаешь, я удовлетворён. Мне нравится. Может, это потому, что я привык к ним в бабушкином доме. Других просто не было. У меня такое ощущение, что в больнице, не знаю почему. В больнице? Но там такие суперподушки, знаешь, которыми можно вот так вот закрываться, как в домике. Ложишь ты такой... Я не знаю. Я не лежал в больнице. Никогда не лежал в больнице? Нет. Я лежал в больнице один раз. Пытаюсь вспомнить, лежал ли я точно лежал. Это, конечно, не частый случай, но... Пытался пару раз в детстве? На недельку в больничку. Не опираться, не шел. Наталья Великобретония, если у тебя травма. Просто обследование. У тебя была травма, а ты обращался когда-нибудь в больницу? С травмой там или типа того? Мы обсуждали это? Была ли у тебя жесткая травма, с которой надо в больничку идти? Переломы костей или еще чего? Нет. Кажется, у меня не было прям серьезных травм. Нет, и у тебя? Лишь однажды мне накладывали швы на мой... Вот, до сих пор видно на моем пальце, видите? Это было только один раз, когда я упал в два года. И приземлился, выставив руки вперед. И тогда осколок стекла просто вошел в мою руку. Его вытащили и наложили швы. И на этом все. Как скучно. Да, крайне скучно. Надеялся, вы травмировались, ребята, понимаете? Конор такой, как раз я расхуярил машину. Я такой, парни, парни, словно кости, пожалуйста, какие-нибудь травмы. Мы что, настолько скучные, что даже не травмировались? Нет, у меня просто крепкие кости, а что? Нет, когда были проблемы там, ну... То есть, короче, когда у тебя проблемы с разбитыми ногами, ты просто получаешь гипс на ногу и сидишь дома. С палочкой. Ты не лежишь в больничке. Есть, опять же, ничего там прям супер-мега серьезного. Типа там... Как это называется? Черт, я забыл, как это называется, когда кость не сломана. Поцарапана? Есть какое-то понятие, я забыл, как оно называется. Черт, вы вообще... У меня много молока, бро! У меня были серьезные травмы, но почему-то я никогда не... Я всегда такой, бля, пойдет, пойдет! Да, рука отваривается, просто такая... Я почти уверен, что ломал палец и просто не замечал этого. Такое часто бывает, такое часто бывает, да? У меня был в век запястье, ээээ... Ну, такое, ээээ... Самая скучная травма всех времен. В век запястье, она... Да, вроде я рассказывал, как я упал, катаясь на лыжах или сноуборде. Было ужасно. О, да, 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 да. Думал, умру, но я такой... Я просто покатаюсь еще, покатаюсь еще. И я продолжил кататься на сноуборде. Сразу понятно, что мы были домоседами, потому что у нас даже переломов не было и все прочее. Ты ждал, Джоуи, мы ж, блядь, с тобой... Да не знаю, дружи, знаешь я... Мы анимашники, задроты и геймеры. Да не знаю. Мне прям очень повезло. Стратить так жестко, что вы их на запястье или типа того? Я думаю обо всех своих травмах, и от них мне не было никакого вреда, я прям везунчик. Перевернулся на квадроцикле, когда мне было десять. И ты не поехал в больницу? На мне не было ни царапины. Перевернулся на квадроцикле? Да. Как так вышло? Ну, просто перевернулся. Короче, у моего друга есть своя ферма, и там было клево, ведь это, по сути, бесплатный парк аттракционов. Ага. Когда тебе десять, ферма — это круто, ведь там все... Особенно с квадриком. Да, у него был квадрик. Ага. Его отцу было похер, он разрешал кататься на квадрике. Ясно. И вот в один из таких разов, когда мне было десять лет, я был одним из этих ёбнутых любителей адреналина. Мне нравились опасные штуки. Ага. Так вот, мой друг умел ездить на квадрике, и он такой, да, нормально, только не едь быстро. А я такой, хорошо. И, естественно, я разогнался. И я попытался повернуть на большой скорости, и при повороте на большой скорости квадрик просто пау! Завалился и перевернулся. Господи. Сделал бочку. И я... Вот мы перевернулись, и, наверное, я был маленький, и я не понял, что произошло. Ты ввалился в травку, да? Я вообще не пострадал. Я встал, решётка радиатора погнулась, мы стукнули по ней и выпрямили. Ну и всё норма, и я сел на него. Ты сделал обратно? И я не стал учитывать, что эта херня перевернула. Я такой, блин, было круто, давай ещё раз. Я чуть не умер, давай ещё раз. Да, был пару таких случаев. А у вас, ребята, были случаи, когда вы прям чуть не умерли? Я ведь уже рассказывал, как я улетел, прыгая в батутном замке. Да, да, да. Я, правда, не помню, когда рассказывал. Ага. Просто пару дней назад я тебе это уже рассказывал. Мне кажется, на краю смерти я оказался, когда... Пожалуй, это самая отстойная история. Да. Но, короче, это произошло во время игры в снежки. В общем, дело было в универе. В Англии обычно мало снега. За год снег выпадает один-два раза. И, в общем, когда выпадает снег, все пользуются этой возможностью и играют в снежки. И в универе это означало, что все студенты будут играть в снежки. И, в общем, мы играли общага на общагу. И мы играли снежки в центре... В центре жилого сектора в Бристоле. Поняли, да? Да, то есть мы играли не в поле там или что-то в этом роде. Нет, мы играли прямо на дороге и тротуарах. И я помню, в общем, мы бросались снежками и какой-то уёбок. Знаете, вот есть обычные снежки, правила хорошего тона, они гласят, сделай лёгкий снежок. Да, конечно. Конечно, верно. Так вот, какой-то уёбок решил сделать ледяной снежок. Да, да, классика. Вы знаете, о чём есть снежок из поставившего снега, который надо сжать очень-очень-очень сильно. Да, с обочины ты такой... Ну хоть камень туда не положили. В моей школе так делали. Серьёзно? Да, в моей школе тоже так делали, да. Да, в моей школе тоже так делали, да. На мой взгляд, смёрзшийся ещё хуже, потому что он не только твёрдый, он ещё и холодный и у тебя просто всё не имеет просто всё не имеет. По сути, в тебя просто бросают с холодным камнем. Да, верно. Короче, я стою у обочины и я вижу, вижу, что в меня летит снежок, и я такой, хер с ним, это же снежок. Он прилетает мне по яйцам. И я понимаю, во-первых, у него меткий глаз, потому что он попал прямо по яйцам. И во-вторых, это точно был непростой снежок. Это стопудово смёрзшийся снег, который со всей силы прилетел мне прямо по яйцам. Со мной тоже произошёл похожий случай, но всё было в точности, да наоборот. Я был на пляже. Ага. И я был с отцом тогда на пляже. Мне было лет двенадцать или одиннадцать, точно не помню. И мы с отцом друг другу пинали мячик для регби. И мне нравилось ловить мячик, который пнули очень высоко вверх, чтобы в итоге его можно было поймать вот таким вот образом. И, короче, мы пинали мяч, я тренировался его ловить. И как-то отец пнул его просто пиздец, как высоко. И я такой, ладно, я поймаю. Солнце в глаза светит, но я точно поймаю. Да, солнце в глаза, классика. Летит вниз, пролетает мимо моих рук и чиркает мне прямо по моей головке. Что? Он просто чиркает? Да. Это хуже. Я не тахал по яйцам, а просто взял и чирканул мне прям по головке. Он такой, пау, и прямо по головке. И я просто помер. Ага. Потому что вот в чём дело, если ты не парень, если ты не мужчина, очень просто сложно описать ту боль, которую чувствуешь, когда мяч черпит по головке. Или там, например, типа, как ты это чувствуешь? Просто больно нить члену или яйцам. Боль чувствуется намного выше. Понимаете? Боль ощущается во всём этом районе. Когда чиркает. Почему-то, когда чиркает. Да. Так вот, это произошло со мной, и мне было просто адски больно. Понимаете? Просто в голове всё затуманивается. И я подался вперёд и, не осознавая, вышел прямо на середину дороги. Понимаете? Господи боже! Потому что я просто такой, типа, о, чёрт, твою мать! И потом, вот я прям помню, мой кореш такой, гард, какого хуя, он хватает меня и тянет назад, вытаскивая меня прямо. И я, блядь, вижу, как мимо меня... Пролежать маш... А, автобус, ебать! Почти исекайнулся. В тот раз я оказался буквально на волосок от смерти. Типа, ты умер, держай за свои яйца. Мне кажется, это отличный сюжет для рассказа исекая. Да, точно. Это был твой единственный шанс. Ну да, это этот. Именно так и начинается типичный исекай. Популярность. Снёк, спасибо за подписку, когда бы жаловаться. Я, 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 почитать исекай, который начинается с такого момента. Протагонисту заряжает ледяным снежком по яйцам, и его переносит в другой мир. Господи, как и жусь. Ну да. У меня вроде был случай, когда я был на волосок от смерти, но как-то я оказался в очень глупой ситуации. У нас был такой большой батут. Типа, ну, такой большой. Есть два вида. Маленький и большой. Да, 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 да. У нас был такой, и я обожал на нём крутить сальто. Кстати, я вспомнил, как это называется. Трещина это называется. Трещина в кости. Вперёд, назад и так далее. Конечно. Назови любой вид сальто. Я вспомнил просто почему, потому что, короче, знаете, я не знаю, есть такие домашние шведские стенки. Надеюсь, меня понимают. Я просто без понятия, насколько сейчас это популярно. В моём детстве довольно популярная штука была. И там есть перекладина, типа, на которую нужно подтягиваться, да? Но я, само собой, не занимался подтягиванием. Я, короче, качался на ней, как на качелях. Потому что это было весело. Ну и... Пиздонулся я, конечно, однажды. И вот получила свою трещину. И я ещё тогда не знал, что у меня трещина. Я просто упал. Было очень больно. У меня очень сильно болела нога. А в этот день, вечером, короче, у нас во дворе привезли батут и открыли. А я очень сильно туда хотел пойти. Потому что, ну, блин, батут... Попробуй попрыгать на батуте. Это только было в... В парке развлечений. И попробуй туда добраться, как говорится. И батут был, типа, чем-то забавным, прикольным. Я хотел туда пойти, но мне сказали не идти. Потом меня повезли в травму. Оказалось, что у меня трещина. Вот поэтому у меня эта история связана с батутом. Потому что я на него не попал. Из-за этой трещины. Зато покачался. Самое смешное, я после этого не прекратил качаться ещё какой-то. Я чуть больше боялся и чуть аккуратнее всё это делал. Но всё ещё качался. На удивление это было довольно весело. Может сейчас звучит тупо, конечно. И я бы сделал. Я прыгну и круто. Да, да, да. Как-то раз я решил попрыгнуть на колени. Типа, попробовал сделать трюки на колени. И как-то я прыгаю, что-то происходит. Приземляюсь на колени и вместо того, чтобы подпрыгнуть, моя спина такая... А я всё ещё на коленях. То есть моя спина типа... О, господи. О, щит. И я такой... Я в жизни не испытывал такой боли. Меня тут же потянуло обливать. Я не мог пошевелиться. Может просто дыхание перехватило. Не знаю, что это было, но было ужасно. Я пиздец испугался. Попараличный. Я потом переводил дыхание. Было просто ужасно. Ужасно. Боже. Мне было 12. Я был растерян. Почему меня так тошнеет? О, господи, боже. Кто это видел, было реально страшно. Ведь твоя спина буквально сделала так. Никого не было. Я был один. Так это ещё хуже. А где стоял батуте? В доме. О, батут стоял дома. А, дома. Твои родные такие, наверное, он так веселится. Буржуи. Помогите. Очень весело, когда у тебя есть батуты, друзья приходят в гости. На нём можно подраться. На нашем заднем дворе батут просто не поместился бы. Да, у меня не было столько места. Ага. А, задний двор был большим. Ну ты у нас сельский паренёк. Кто-то был в Уэллис? Ну да. Да, у вас это было много места. Я так вижу. У многих задний двор был вполне большим. Да не было хорошо. Да даже круто. Мы дрались на нём и всё такое. Как и надо. Ну да. И к другим новостям. А в Японии снова объявили карантин. Да, ну. Знаете, что? У нас было целых две приятных недели. Да, две недели без карантина. Ну, вот чего я не понимаю. Это о том, что зрителям нельзя ходить на стадион, объявили только сейчас. Олимпийские игры в этом месяце, да? Да, через пару недель. Да. Капец. Ещё олимпийские. На самом деле, когда мы выложим этот ролик, наверное, они уже начнутся. Да. На мой взгляд, очень тупо запрещает посещать стадион так поздно. Да. Ну, понимаете, это... Ну, спортсмены-то все разрешены, верно. Да. И, блин, ну, я понимаю, зачем это, но такое ощущение, что они не знали, насколько всё плохо. Типа, чё? Ситуация внезапно не улучшилась, хуяшь себе? Ну, на мой взгляд, это дикость какая-то. Да. Опять же, это безответственно, потому что люди бронировали отели, понимаете? Даже внутри Японии, да, ты ведь мог приехать из Хоккайдо или там, похуй откуда, можно приехать и посмотреть. Да, да. Бедняки, возможно, распланировали свой отпуск, забронировали отели. Да, воспользовались скромным, оплачивались отпуском. Это почти как с релизом Киберпанка, просто раз в десять масштабнее. Ну да, если кто-то броняет отель во время своего оплачиваемого отпуска, это вам не шутки. Это тут редкость. Японское правительство опубликовало твит, который, блядь, такой, знаете... Жёлтая. Жёлтая такая рамочка, да? Мы опять перенесли Олимпийские игры. На стадионы ходить нельзя, извините уж. Да. Ну просто, да, к сожалению, нам придётся отложить эпизод с фигурками ещё немного, потому что у нас всё ещё... У нас новый карантин, и весь этот год такое ощущение, что... Карантин, наверное, не был, но будто не для нас, а теперь, просто, когда во всём остальном мире всё вроде нормализуется, очень странно видеть, когда некоторые устраивают вечеринки, гуляют без масок и всё такое. Я такой, видимо, теперь у меня такая жизнь. Такая жизнь, да. Теперь мы вот так живём, да? Это странно, потому что знаю, мы много говорили об этом, но это всё уже долго продолжается и многое меняется. Например, вот ресторан открытый, всё-таки круто, но закрываются 8, ладно, окей. Алкоголь продаётся. А теперь нет. И типа, чё происходит? Чё за хуйня? Я просто... Я уже так запомнился. Лимит три человека. Нет, теперь шесть. А теперь четыре? Да, да. И теперь это типа... Теперь уже нельзя доверётся гугл-картам, потому что часы работы там указаны вообще нихуя не так. Да, да. Всё зависит от заведения, обновляют ли они своё время работы, но, как правило, свою гугл-страницу не обновляют. То есть даже непонятно, открыты заведения или нет. Единственное заведение, с которыми всё понятно на протяжении всего этого периода... Комбини? Я так и знал. Да, только с ними всё понятно. Так и есть. Если хочешь теперь куда-то сходить, то смотришь в гугл-картах, видишь, они открыты, приходишь, они закрыты, и ты ищешь другое заведение, и это словно как играть в русскую рулетку. Повезёт или нет, это просто... Этот карантин какой-то странный, то есть мы говорим карантин, однако... Не скоро, не скоро, Сейда. Люди всё ещё ходят на работу, просто ты не можешь заниматься ничем другим. Ну просто поезда-то, пиздец, как сильно забитые. Так что... Ну да, если сядете на утренний поезд, ну, вам пиздец. Да. Вам придётся втискиваться. Типа, сотрудники будут вталкивать вас. Даже во время карантина. Поэтому многие эксперты считают, что ситуация тревожная. Потому что в Токио плотность населения безумная. В этом городе ни о какой социальной дистанции вообще точнее идёт. Ага, да. Ну и вот. А вы слышали, что в токийских отелях или типа того иностранцам надо пользоваться отдельным лифтом, не тем, где ездят японцы? Да, да, я видел, видел это. Классическая японская ксенофобия. Я слышал, что это было недопонимание. Не знаю, правда ли это. Ой, боже, да они всегда так говорят. Слушал, что это было недопонимание. По идее, лифты должны быть для людей, которые приехали из-за рубежа. Да. Хотя в текущих реалиях, если ты приехал из-за рубежа, ты представляешь гораздо меньше угрозы. Да, думаю, многие, хотя некоторые пытались оправдать их, мол, не-не-не, они имели в виду людей, которые приехали из Америки. Но многие возразили, что Япония решила этот вопрос не очень хорошо. Вряд ли они сейчас в том положении. Понимаете? И думаю, что там менее 10% населения были вакцинированы, да? Где-то так. По идее, к моменту выхода ролика будет выше. И я к тому, что всё равно этого недостаточно, с учётом того факта, что Олимпийские игры уже начались. Я бы считаю, почему бы не соблюдать социальную дистанцию в лифте? Пусть в лифт за раз могут заходить всего два человека, или чтобы люди стояли по углам. Зачем отдельные лифты? Да, не знаю, просто… Это могло быть… Это могло быть слишком логично для японцев. Япония просто… Знаете, что плохого в Японии? Здесь все слишком быстрые, когда дело доходит до принятия решений, касающиеся иностранцев. Им слишком комфортно вводить подобные меры. Они всегда просто… Им просто слишком… Да. Если появилась какая-либо проблема, виноваты иностранцы. Просто тот факт, то, как быстро они решают, что пора немного подискриминировать людей. Понимаете, да? Просто… Ну, просто… Ну, понимаете… Подискриминировать кого-то хочется. Как в меме про парня, который упал с велосипеда и такой… А-а-а, иностранцы! Иностранцы! Понимаете, я… Ну, короче, в какой-то момент были попытки оправдать такие меры, но просто та лёгкость, с которой в Японии их вводят… Да. Она больше всего меня беспокоит. У нас уже был момент… Вроде мы уже обсуждали новость про префектуры и бараки. А-а-а… Да, нет, вроде бы не обсуждали. Не-е-е… В префектуре и бараке опубликовали предупреждение, которое запрещает контакт с иностранцами. Да, точно, такое я помню. Они опубликовали предупреждение… Да, да, да. Иностранцы! От них можно подворять… под вирусы какие-то… Гайдинские, непонятные, подхватить… У-у-у-у… Да, точно. Я думаю… Опять же, кто-то встал на защиту, мол, ну, имели в виду людей, приехавших из другой страны… Хотя невозможно определить, кто иностранец… Ну да, да. А кто недавно… приехал из-за рубежа… Да. Их посыл был крайне очевиден. Держитесь подальше от иностранцев. Да. Да. И это, ну… Это… Общественный… Упс. Если бы такое произошло просто в любой другой стране, им бы предъявили за подобное мгновенно. Просто вообще все и… К счастью, по крайней мере, я видел это в СМИ. Им за это действительно предъявили. Поэтому они довольно быстро дали заднюю и такие… О, нет, это недоразумение, ребята. Да, заднюю дали очень быстро. Опять же… Понятно, почему. Да, да. По идее, это… Отель вполне себе… Как… Как же это… Как бы… Приличный отель. Да, большая франшиза. Да, огромная. Это дорогая сеть отелей. Да. Разве дорогая? Да, Токио отель – это весьма дорогая сеть. Да, она дорогая. Правда? Я думал, что это просто… Это отель премиум-класса. Ну ладно. И, как правило, он… Знаете, для богатых туристов. Ясненько. В основном… Это все равно, что сказать в Хилтоне. Никаких зеотов. Примерно того же уровня. Окей. И… Ну, короче… Это… Грустно. Хотел сказать что-то, но забыл. Хорошая мысль, но, блядь, забыл ее. Я тупой. Видимо, хорошая была? Да. Это была просто… Просто гениальная мысль. Ну, чего уж она проебана. Так… Это… Это просто… Разумеется, мы рады жить здесь. Но просто странно… Не то, чтобы мы прям чувствуем себя дискриминированными, но мы постоянно замечаем, знаете, некие мелочи, и испытываем их на себе. И, разумеется, когда слышишь такое, это накапливается по чуть-чуть, знаете ли. Ну да, когда разговариваешься с верстниками, подобного отношения не чувствуешь. Нет. Просто мне кажется, что правительство, наверное, как и во всех странах… Да. Пожилые люди… Олдовая. Да, да, думаю, в этом проблема, да. На мой взгляд, это весьма значительная проблема в Японии, потому что большинство здесь – пожилые люди, да. Да, и опять же, это нормально, потому что это вы хотят избиратели. Да, вот именно. Они как бы… Буквально все избиратели пожилые. Да, да, это забавно. Ну помните, кто-то из Олимпийского комитета просто сказал, что женщины не должны, типа… Женщинам нельзя говорить, что на комнате, или типа того… Да. Было что-то типа «женщинам не должны разрешить…» говорить на заседаниях, потому что они говорят слишком долго. Слишком долго. Да, точно, точно, да. На заседаниях Олимпийского комитета… Я думаю, так говорили своим женам в 50-х. Но это сказал бывший премьер-министр Японии. Разве? Да, это был бывший премьер-министр Японии, насколько помню. Можешь погуглить, но насколько я знаю, это был бывший премьер-министр Японии. Да, да, да. И это показательный момент. Не то, что в Великобритании с этим дела лучше, нет, у нас своего говновала. Да, да. Но опять же, нашим за такое предъявляют очень быстро. Люди предъявляют японскому правительству за много. Ну, и чаще всего это делают молодые, а не старики. Да, да. Это поколение СМИ, правильно? Да, это был бывший премьер-министр Японии. А, Йосиро Мори. А, Йосиро Мори, да. Что? Ну, а сколько ему уже, 91 или типа того? Блин, он же просто… И он состоит в Олимпийском комитете? На полном серьезе считаю, что страна не должна руководить 91-летний политик. На мой взгляд, к этому моменту ты не понимаешь, что нужно стране. Ну, разумеется. Это невозможно. Ну, да, к этому моменту ты просто, наоборот, ты не можешь, блин, если тебе 91, зачем тебе… Может, в Олимпийском комитете на пенсии? Потому что… К этому моменту ты прекрасно понимаешь, кто ты, и ты не будешь пытаться что-нибудь изменить. И, короче… Да, к этому моменту, пожалуй, уже не стоит, знаете, руководить страной. Я такой, Джо Байден, ну сколько, 70? Но потомец в Минобёрне и такой, чёрт, ну может быть, старики знают чуть-чуть. Да, я совсем забыл. Да, да, ну типа… Блин, наверное, это политическое высказывание. Да. Слишком много политики в подкасте. Пожалуй, это самый политический разговор на этом подкасте. Потому что мы называем именно политиков… О, щит, какой ужас. Он назвал его имя. Да, ну не знаю. Это один из тех моментов, когда, ну не знаю, просто им слишком комфортно, когда кто-то морозит подобную чушь. Знаешь, когда я слышу подобные истории, часть меня начинает жалеть, что молодёжь в Японии не слишком-то сильно заинтересована политикой своей же страны. Да, им совсем уже интересно. Кто же слышал про это? Абсолютно никак. Если интересно, они публично не высказываются. Да, да, публично никто не высказывается. Политика их едва интересует, никто не верит правительству. Они такие, да пофиг, они выполняют свою работу. Да. Пока мы ни с кем не воюем, всё нормальненько. Общим мнением тех, с кем я общался, заключается в том, что им всё равно, пока правительство не ухудшит им жизнь. Большинство молодняка даже премьер-министра сейчас не знают. Да, вау. Ага. Что уже показывает, насколько им всё равно. Но в Японии люди не выбирают премьер-министра. Ты выбираешь членов партии, которые потом его выбирают. Да. Но технически Великобритания тоже самое, но тем не менее не совсем. Нам обещают, кто станет премьером, когда мы голосуем. Да, да. У нас вот так. А в Японии ты не знаешь, кого выберет партию. Но опять же, я общался с молодёжью, со своими сверстниками или плюс-минус один-два года. Многие из них даже не знают, какие партии есть и вообще, чем они занимаются. Они этим совершенно не интересуются. Насколько я понимаю, все такие, типа, заняты работой, что у них нет времени думать об этом. Да. Это последнее, о чём они будут волноваться. Да. У меня создаётся такое ощущение, что все просто, блядь, по сути, борются за выживание, и всё. Понимаете, большинство просто ждёт, когда закончится очередной день, и у них нет времени волноваться о каких-то других проблемах. Помню, когда налог на товары увеличили с 8% до 10%, просто повсюду стали собираться толпы. Да, я видел. В толпах были в основном пожилые люди, которые такие, да как вы, блядь, смеете. В то время как молодёжь такая, понятно, всего хорошего, я просто буду усерднее работать. Им просто насрать. Они такие, чё, вели новый закон? Блин, наверное, придётся как-то подстраиваться под этот новый закон, а? Да, но к слову, о глупых японских законах. В Японии тебя могут арестовать, если ты делаешь моды на игры. Ну, типа, там, сохранение. Да, похоже на правду. Ты серьёзно? Да, в общем, один парень, который... Камилитис Кариму напряглось. Один парень, кажется, из Нагану был арестован и оштрафован на 65 тысяч фунтов. Вот, только что недавно Джо выпускал ролик про то, что одного обзорщика фильмов арестовали. Он просто делал обзор на фильмы, а его арестовали как преступника, вау. В долларах это 100 тысяч за продажу модифицированных сохранённых файлов Breath of the Wild. Серьёзно? Да, без шуток. Судя по всему, я читал об этом одна из причин, почему этот закон был принят. Угадайте, какая компания... Нинтендо. Нинтендо? Разумеется, это они. Очевидно, они пытались провернуть этот трюк, но в Америке такие, лол, нет. Этот закон не приняли в Америке. Ну, естественно. Можно делать всё, что хочешь, с продуктом, который ты купил. Да, да. Но, да, каким-то образом Нинтендо смогли пропихнуть этот закон. Если честно, момент с продажей всегда был проблемой. Ведь если он выложил его в сеть... Да, но, опять же, в Японии законно нельзя модифицировать свитч. О, да, да, конечно, конечно. Совершенно никак не законно. Тут казалось именно то, что он продавал его. Я думал во всём мире незаконно модифицировать свитч. Разве нет? Нет, нет, нет. Разве? Если ты в Америке, то ты... Если ты купил продукт, то с этим продуктом можешь делать всё, что захочешь. Окей. Можно делать буквально всё. А что здесь незаконного тогда? Покупка игр? Приобретение игр? Вроде... Мне кажется, им удалось пропихнуть этот закон за счёт факта, что это продолжительная услуга, типа тебе не принадлежит игра на самом деле. Ага. У тебя есть просто её копия. И если вносишь изменения, то ты портишь и нарушаешь чужое. Купил продукт Нинтендо, значит, Нинтендо владеет тобой. Ну да, это безумие. Ну, знаете, а... Разве Apple не пытались... Не знаю, законно ли это. Проверь, пожалуйста, можно ли делать жил Брэй Кайфор? Я просто... Не помню, но уверен, что нельзя. Вроде не законно. Вроде не законно. И так во всех странах... Не знаю, разве? Разве это не аннулирует гарантию? Я не знаю. Кажется, в Великобритании тебе просто аннулируют гарантию. Это минимум аннулирует твоё гарантию. Ну да, это... Ну это стандартно. Ну да, это все знают. Это стандартно. Можно делать всё, что хочешь с тем, что твоё. Никогда не слышал, чтобы кого-нибудь арестовались до разлочка телефона. Ну вот, сама мысль, что в чей-то дом могут вломиться и какой-то с каким-то рейдом типа... Морды в пол! Быстро! Копия из зельда на землю! На землю! Ну просто... Да, это тупо. Просто в Японии... И дело в том, что в Японии... Заходят ребята в защитных каждого... Когда в Японии проводят арест, это делают не два человека. Мега преступник. В Японии на это отправляют около 20 полицейских. Да, на это отправляют пацанов. Прям целый взвод, ребят. Им делать нечего. Вскрытие Айфона лишает гарантии. Да, да. Ну это понятно. Это часто. Да. Ну да, да, да. Понятно. Это их право. Я не буду тебя за это судить. Да, да. Это только лишат гарантии. Ага. Ну да, это понятно. Со многими продуктами... Если изменил что-то, то... Ну да, я симхую. Мы это чинить не будем, как бы... Зарвал печать. Печать, на которой написано гарантия, аннулируется при срыве печати, то... Логично, что аннулируется гарантия. Но опять же надо понимать, что в Японии не совсем следует законам здравого смысла. Например, закон о добросовестном использовании. Да, я знал. Это... Джоу сейчас еще не знает, что произойдет в будущем. Но опять же, я уже знаю Джоу из будущего. И он уже куда более конкретно по этой проблеме прошелся. Что он тоже думал... Ну, типа... Это нужно как-то менять японцам. Нужно что-то думать насчет этого. Потому что это трэш, когда чел просто обозревает фильм и его арестовывают. Бредятина. И таких людей же до хера. Просто он случайная личность. Буквально просто попался под руку. В смысле, я... На просовестного использования тут не принято. Как я уже выясняли. Я вижу видосы, в которых фанаты умоляют Нинтендо изменить свое мнение. И вот пожив здесь, я понял, что... Блин, это... Этого не будет. Это не так работает. Да, ага. Наши мольбы ни хуя не повлияют на Нинтендо. Если ты не... Я такой... Эээ... Абсолютно пофиг, какая шумиха будет в Твиттере. И во многих случаях она останется безответной. Да. В общем, насколько я знаю, по крайней мере, по своему опыту, можешь писать что угодно в письме, говорить что угодно третьему лицу. Но если рядом в переговорной нет японца, в этой же комнате, которая объяснит все напрямую нужному человеку... Ни хренашечки у тебя нет. Сослов по Зуму не поможет. Нет. Письмо не поможет. Злобный твит определенно не поможет. Блядь, можно сколько угодно гнать на Нинтендо, им будет абсолютно на это насрать. Да. Нужен кто-то, скорее всего, с японским паспортом, кто бегло говорит по-японски, чтобы лично объяснить все напрямую нужному человеку. Иначе они не воспримут это всерьез. И даже в этом случае тебя могут спросить, а в какой ты компании работаешь, с кем ты, кому представляешь? Нет, я... Знаете, порой на работе мне приходилось снимать. Со мной был друг неяпонец, который спросил, можем ли мы начинать съемки. И мы такие, ну, не знаю. Потом подошел японец, спросил то же самое. Ну, знаете, например, Каха. И они отвечают, мол, да, хорошо, конечно. Да. И типа... Чё? А они тебе тупо не верят? Думаю, ты их обманешь, потому что не япония, значит, ты типа ничего не понимаешь. Эти скользкие иностранцы пытаются меня обдурить. Да, это такая нелепость, очень странно. Но так уж... Так уж тут везде идут дела. Но, блин, зато теперь все понятно, зачем эти компании делают подобную тупую хуйню. И типа, а, ну теперь все понятно. А я тут пытаюсь усидеть на двух стульях, правильно, да? Просто если я буду молчать, они подумают, какой странный иностранец, он пытается меня обдурить. Но как только говорю, они такие, а, ты не Ханго? Не Ханго Джазо? Да. Что ж, тогда приступим к делу, да? Ладно, приступим к делу, да? Да. Вот именно, появляюсь я, приступаем к делу. Ты иностранец, поправочка, вообще-то я не Ханго Джазо. И они такие, окей, ладно, извини, тогда давай к делу. И я такой, какой же это все гребаный стыд. Да. Лицемерие. На мой взгляд, японские компании очень... Как же его... Они сильно придерживаются иерархической системе. И если ты... Если ты не на том же уровне, то ты не можешь комментировать. Ты говоришь о... Пирамиде. Пирамиде. Финансовая пирамида. Финансовая пирамида. Мема с прошлого выпуска. Ну, если ты, ну, ты, ну, тебя не на встрече, твое мнение не учитывается вне зависимости, с кем ты общаешься. То есть, когда люди такие... Ну, например, филиал Nintendo есть в Америке. И я хотел бы узнать, как часто последнее слово остается за этим филиалом в сравнении с японским отделением. Мне кажется... Думаю, не часто. Мне кажется... Да, наверное, не часто. По увиденным мною в других компаниях, тебе кажется, что они имеют значение, но это не так. Да. Это... Так Баузер такой, а мы можем это поменять, верно? А ему таки... У нас сазон по Зуму. Да, да. Вы же не в офисе. Я... Так что я даже не знаю. Но, опять же, это всё домыслы. Но мне кажется, исходя из того, что я видел, очень сложно что-то сделать, если ты... Да. По сути, чем дольше я живу в Японии, тем сильнее я уважаю Судзаку и Скотт Геас. Когда смотришь Скотт Геас, просто все хотят быть лилушем. Все, блядь, хотят быть лилушем. Да. Ломать систему, слать нахуй корпорации. Ну, я такой, блин, Судзаку пашет там, блядь, изо всех сил, чтобы изменить хоть что-нибудь. В жизни... Он и есть избранный. Он избранный, ребят. Он избирается по пирамиде, парни. Чуваки, он избирается по иерархии. Бро, в жизни Судзаку всё ещё был бы, блядь, пешкой ебучей. Судзаку... Он бы не... С ним бы такие... Как, да, блядь, просто не суйся? В смысле, ты неурожденный британец? Ну, нет, блядь, с неурожденными британцами у нас разговор короткий. Ты просто не один из нас. Ты просто не был одним из них. Он ни за что бы не пошёл бы, не-не-не-не. Он тот, кто менял бы венинговые аппараты. Его просто не пустили. Мы вообще никак. Гарн хотел писать, и мы вернулись. Спасибо за информацию. Ну, Гарн, как сходил, как посыл? Хорошо, хорошо, но... Не будем об этом. И к слову о том, как весь мир исцеляется, уже... Уже дошло до момента, когда я встречаю таких людей, которые планируют поездки домой, и в том числе мы. Да-да, точно. Они же в августе гонялись домой. Знаете, что... Знаете, почему я скучал на днях? Я, наверное, просто, блядь, с ума сошёл. Почему? Я скучал по пабу. Я такой... Что с этим не так? Пабы крутые. Ну, я просто уже говорил, что... Я уже говорил, что... А, Гарн говорил, что не любит папы. Я просто уже говорил о том, что папы, они... Гарн долбоёв. Он ведь корочки от пиццы не ест. Просто Гарн считает местную архитектуру классной. Ну, не знаю. Гарн фальшивый британец. Можно быть? Да, он таец. Да, я таец. Не-не-не-не-не. Я почёный британец. Не-не-не-не-не. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Вот так. Такое желание должно тебе переполнять каждую неделю. Ага. Когда начинается пятница, ты такой, бля, как же хочется в карри-клак и пинту. Шикарно. Можно купить полноценный обед карри и любую пинту алкогольного напитка на твой выбор. Всего за 10 баксов. Ха-ха-ха-ха. И опять же. Гарн месяца – это день fish and chips. Ну вот, Гарн, ты и так всё знаешь. Ха-ха-ха. Теперь мы говорим на одном языке. Ха-ха-ха. Ну не знаю, теперь, когда у нас есть возможность вернуться в свои страны, это просто, знаете, это приятное, приятное ощущение. И я даже жду с нетерпением, когда снова увижу места, по которым я, наверное, затосковал. Я просто не думал, что буду тосковать по Англии, пока не переехал и не мог вернуться туда какое-то время. На мой взгляд, карантин или пандемия точно доказали людям, что-то типа, оу, возможно, я правда тоскую по дому. Просто нужно время, чтобы затосковать по дому. В первый год я такой, что ж, не всё так плохо. Я такой, ладно, к этому можно привыкнуть. Но сейчас я просто схожу с ума. Сейчас я такой, всё закрыто, нечем, блядь, заняться. В половине случаев не могу снимать крутые ролики. Да. Абсолютно все просто скучная срань. Да. И опять же, я не могу, ну не знаю, так вот, мы броним билеты домой, и я не знаю, что за хуйня происходит. Потому что все страны постоянно меняют своё мнение по поводу происходящего. И я такой, так мне бронить отель на сколько-то дней карантина? Они такие, к тому моменту мы избавимся от него. Точно, точно избавитесь? Да. Сообщите мне. Хотелось бы узнать. Верно. Так что сейчас всё сложнее. Разве ты сидишь на карантине дома не по желанию? Да. В Великобритании, да. В Великобритании. Можно посидеть на карантине дома или в отеле. А в Японии, возможно, введут или уже ввели… Паспорт факцинированного? Паспорт факцинированного. Да. Они нужны, чтобы вернуться в Японию, кажется. Да, чтобы вернуться в Японию. Вроде на него можно подать заявку с 26-го дня рождения. Ура. Да. А ещё в этот день нам введут вторую дозу. Да, да, да. Так что вот, да, не знаю, что происходит. Разберусь по ходу дела. Когда будешь в Англии, чем будешь заниматься первым делом? Да, я тоже собирался спросить. Ага. Хороший вопрос. Ну, просто я, 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 я точно завалюсь в ебучий паб, да? Наверное, зачекенюсь в гостинице? Ну, это практичный ответ. Да, да, конечно. После того, как ты въедешь в номер, чем займешься первым делом? Теско? Да, да. Обед от Теско. Наверное, они продаются в аэропорту. Так что куплю обед в аэропорту. Жирнющий обед. Обед от Теско топчик. Да. За три фунта? Ебать, на выбор любимые начинки для санвича. Да, но в аэропорту, скорее всего, получится фунтов семь. Ну, может, четыре. Да. Наверное, будет очень странно пойти в магазин или в тот же Теско. Я искренне скучаю по аэропортам. Прям скучаю по ним. Я скучаю... Просто почилить в аэропорту, пока идёшь в аэропорту. Всё понимаю тоже. Можно столько всего посмотреть в самолёте. Да. Я не мог посмотреть телек так долго, потому что давно не летал. Понимаете, о чём я? В самолёте можно столько всего посмотреть. Да, верно. Училить в зале ожидания, попить кофе. Когда-то, наконец, зарегистрировался на рез, дал багаж и всё такое. Этот час до вылета можно целый час. Мне нравятся ощущения перед длинным перелётом, когда знаешь, просто это словно, помимо самого длинного перелёта, просто ощущение, будто ты летишь в отпуск. Да. Понимаете, ощущение, словно я улечу куда-то на время, и есть что-то в посещении аэропорта своей родной страны. Это просто такое ощущение, ощущение, как с маминой стряпнёй. Я не знаю. Просто в этом есть что-то такое, что... Я понимаю, о чём ты. Не-не-не-не, в каждой стране пахнет по-разному. Я не знаю, почему так, но... Я тебя понимаю. Просто когда я иду из аэропорта и иду... Тайский аэропорт пахнет по-своему. Гатвик и Хитроу по-своему. Я просто... Я не могу описать, что это такое, но просто... Ну начинаешь чувствовать себя так уютно, я и не знал, что аэропорты пахнут иначе. Я пока не сошёл с самолёта и такой... Чёрт, я узнаю это. Я не знаю уж. Сейчас, наверное, будет перейдём в превью. Нет-нет, я понимаю всё это про запахи, да. Да, я вот нет, нет. Ну, типа запахи вызывают определённые воспоминания. На возле отличие непригодности воздуха в стране для дыхания. Понимаете меня? Чего? Что Гарнет сказал, имеет больше смысла? Когда ты приземляешься, например, в Японии, в зависимости от аэропорта, где ты приземлился, воздух спёртый. Когда я приземлился в Сан-Франциско, я подумал, бля, здешний воздух отстой. Я дышу им и чувствую, что он очень загрязнён. И всё такое. Ты сейчас буквально говоришь то же самое, но только другими словами. Нет-нет, он говорит про запахи, а я про чистоту воздуха. Вот Токио. Как ты можешь ощутить уровень загрязнения? Когда вы понимаете? Чё? Вы чё не чувствуете, когда дышите? Не чувствуете качество воздуха? Я могу, но... Да, но я не могу. Я не могу, блядь, делать это в разных аэропортах. Ой, всё странное, шейка, ну что? Как я вышел самолёт, а я сделал глубокий вдох и понял, что воздух говно. Что? Почему это бред? Нет, это не бред. Меня назвал сумасшедшим. Ты меня назвал сумасшедшим. Ты меня назвал сумасшедшим. уровень загрязнения воздуха во многих городах сухой или влажный разница между банкоком воздух слишком долго нифига пахнет отвратительно мне не нравится запах не нравится вкус это уже твоя проблема в любом регионе поезжай куда угодно на юго-восток в китае там например не убедите и я про то еще хуже слышите на нет сингапуре не норм не надо ты буквально окружен странами я прилетал сингапурский аэропорт и такой очень красивый аэропорт поэтому я так про эту так много растений тебе лгут на первом же вздохе ты такой думаешь воздух тут норм но только отходишь от растений и просто я видел их аэропорт там дохуища растений он реально очень красивый из всех аэропортов где я был блять сингапурский просто самый лучший вне конкуренции я не знаю почему именно сингапурский аэропорт в какой стране лучше воздух сразу как только приземляешься на данный момент в амстердаме лучший воздух когда я сошел самолет и такой черт вот это согласен супер да видишь ты тоже согласен понимаете вот когда я прилетел аэропорт шарль-де-голли я такой верните меня в странный самолет меня отсюда плохо уже то что я в париже дайте блять хоть нормальным воздухом подышать что я в париже слова истинного британца аэропорту имени кеннеди нью-йорке я такой нью-йоркский воздух типа мне даже не нужны исследования чтобы понять что воздух загрязнен понимаете меня так об этом я говорю когда сходишь самолета делаешь вдох и тебе тут все понятно становится но тут та же логика что и в словах гарнта на мой взгляд запахи разный аэропорту в своем родном городе мне кажется что уверен кто из нью-йорка или же живет в нью-йорке такие аэропорт имени кеннеди пахнет лучше всего потому что он родной гарантирую можете просто не знаю что такое свежий воздух потому что я говорю вообще рассказывал гарнту что когда я еду на поезде лондон уэльса и выхожу с него когда двери вагон открываются я дышу уэльским воздухом я такой твою ж мать вот что значит свежий воздух и потому что он не мега промышленные просто там повсюду ебаны поля заходил в офис конор такой боже какой здесь ужасный воздух а я такой конор какого хуя токио замечательно и понимают что ты говоришь это о чем вообще даже мегаполис бро воздух тут пиздец по меркам города токийский воздух очень даже ничего как мне кажется мне 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 кажется или это самая идиотская херня которую я заходил конор а здесь ты воздух просто уже уберите его от меня нормально он говорит просто говорю он не воздух загрязнён хоть и на грех даже да редко мой воздух лучше твоих я продам вам свой воздух свежего воздуха мама конора приезжает такая в гости из вы да 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 вот вот такая просто конор подышим что написала mail in исследование по качеству воздуха что это рейтинг дай гляну дай лучше чем ниже тем лучше херня какая-то не может быть я посмотрю сейчас глянем так же рил ужасен так вот индекс качества воздуха чем выше значение тем выше уровень загрязнения амстердам 69 класс а сан-франциско 31 бесит то что из-за этого украина весь офис 69 ну вы поняли сан-франциско и индекс воздуха 31 быть не может а у вас не считаются рил помойка да короче а больше хочу сказать в эллин качество воздуха в сан-франциско в два раза лучше чем результаты подтасованы мы линжи и сан-франциско поэтому он и взгляд реально как полная хуйня случится как просто бега хуйня а чем выше тем хуже так ладно наверху там куча китайцев это понятно сакреп ладно важно ну да токио довольно высоко так а стоп а где я не вижу эльс ну тут ладно крупные страны только крупные города крупные места даже питера нету а ну блин там есть в карте фи 61 условно а в ланвайр пул например 29 теперь разница большая ну даже самый высший это 61 самый-самый высший да и опять же нужно смотреть все что там учитывается а а там учитывается тут вообще учитывается всякая зона их узон короче короче воздух немножко ну это короче немножко не то тут немного другая оценка то есть это не насколько он именно прям загрязнен то есть человеком там каким-то выхлопами и все в этом духе а просто на это может влиять банально там солнце какой-нибудь еще конь ересь там то есть здесь факторов которые учитываются слишком много то есть это не просто типа вот я там посадил кучу деревьев и значит здесь воздух хороший херня короче они индекс ничего придумала все это да просто взяла рандом на число с головы все это полный она такая фактом плевать на твои чувства конор может они замерили качество воздуха где-то на винограднике где воздух идеален но в городе он блять грязный ноздри откуда разогрязненные уэйские ноздри короче если ты если ты родился и вырос в городе, волосы в носу будут длиннее. Знали это? Погуглите. Давайте. Где ты прочитал? Потому что в этом случае ноздри фильтруют больше всякого говна. Поэтому волосы в носу будут длиннее. Ладно, я понял. Но где ты, блядь, прочитал об этом? Не знаю. Услышал где-то. Прочитал где-то. Это правда. Проверьте. Погуглите. Не, ну звучит-то вроде логично. Наверное, поэтому Мэйлин таки заросли там. Она меня убьёт. После этого она начнёт мне угрожать. Пока она обещает в интернете, это правда. Так вот, не знаю, зачем я читал об этом. Блин, ну не знаю. На эту тему есть исследование? Да. Не, это понятно, но при чём тут волосы в носу? Напиши, как я сказал. Напиши, длина волос в носу. Длина волос в носу. У меня же есть человек, который пришлось проводить полноценные исследования на эту тему. Да, точно. Что, кто просыпается и такой, знаете что, измерю-ка и длина волос в носу. Волосы в носу моих друзей длиннее моих. Это очень важно. Такие вещи надо знать. Мы ничего не знаем о человеческом теле. Надо всё узнать, чтобы понимать, что за хуйня с нами происходит. Не знаю. Это не как в тот раз, когда ты рассказывал про людей, дышащих через рот. Просто потому что это... А, что у таких людей нет подбородка, да? Не знаю, может, это один из тех выдуманных фактов, а может и нет. Но пытаясь представить, мне крайне плевать, чушь это или нет, но всё сходится. Ну, а тебе не было страшно, просто когда идёшь к стоматологу, тебе ставят не ретейнеры, а эти... Капы. Да, капы, и ты такой, я не хочу дышать. Ну, как правило, лучше дышать через нож, чтобы воздух был чище. Да, из-за фильтрации. Только когда воздух фильтруется через волосы в носу. Воздух нужно фильтровать. Давай, давай, Наби. Что там, Наби? Я тут нашёл ещё одно исследование, но статья очень старая. Исследование, он сказал, исследование. Исследование, видимо, на том, или... Возможно, я не знаю, о чём говоря. Знаешь, мне кажется, так и есть, Конор. Кто знает, кто знает. Если нас смотрят эксперты по длине волос в носу, пожалуйста, напишите в комментариях, чё и как. Спасибо. Ну да, я... Волосы в носу, как индикатор загрязнения воздуха. Волосы в носу, как индикатор загрязнения воздуха. Звучит бредово. Я знаю, что звучит бредово. Волосы в носу? Тем не менее, всё логично. Если родился в местности, где воздух загрязнён, конечно, логично, что твоему телу понадобится... Да, но мне кажется, что что-то подобное может сказать твоя мама. Хорошо, что ты не в городе, жил бы в городе, у тебя были бы длинные волосы в носу. А так, где-то брить волосы в носу, сынок. Ну да, звучит как какая-то бабкина сказка. Вот мне всегда казалось, что мне длинные волосы в носу, так что я думал, бля, если бы я родился в городе, то типа на канате из моих волос Тарзамба мог качаться. Короче, контактным индикатором низкокачественного воздуха можно считать длинные волосы в носу, поскольку эти волосы улавливают и фильтруют вредоносные частицы, начиная с 10-летнего возраста. Кажется, я был прав. Я буквально перестал слушать на середине предложения. Ну да, но опять же, опять же, не знаю почему, но в рекомендованных мне показывают ролики в духе дышите ртом. Не знаю почему, но мне их рекомендуют. Это неправильно. Хотя я посмотрел их. Просмотр на людьми, который дышит ртом. Я посмотрел их и такой, это был, ну да, один из игроков, когда вот что было бы. Если бы не был в край долбоебом, получилось бы очень убедительно. Когда, короче, если бы, как это называется, не на физкультуре, а духовная гимнастика, дыхательная гимнастика, вот. У меня, я ходил в свое время по болезни. И да, ты типа вдыхаешь носом, вдыхаешь ртом. А еще советую дышать животом. Сделаны с целью манипуляции. Вот, например, типа, посмотрите на этих близнецов. У одного из них аллергия на хомяков и в комнате есть хомяк. Поэтому он не может дышать через нос. Смотрите, что случится с его подбородком. Просто отвратительно. И что, они просто показали фотку Лифи или типа того? Ну, блин, зачем ты так его, а? Это буллинг, бро, нас демонетизируют. Одна фотка Лифи, а другая это у парня с подбородком. Ну да, у одного был такой четко выраженный подбородок. Тупо бахнутый чат. У одного был четко выраженный подбородок, а у другого... Мне даже не знаю, как назвать. Это даже не подбородок был, а типа в паденьке. Да, да, да. Как правило, выраженные подбородки считаются признаком красоты. Среди сигма самцов. Сигма самцов? Сигма самцов. Мне тоже нравится. Уже появился мир? Он типа проваливается в шею, да? Типа того, да, и это один из тех моментов, когда ты... Ха, все мои знакомые, у которых, на мой взгляд, похожий подбородок, действительно дышат ртом. Это один из тех моментов, когда ты такой, автор ролика, пользует твоим незнанием вопроса и демонстрирует нелепые доказательства. Но потом, я посмотрел другие ролики на эту тему, и такой, знаете, все больше и больше, мне кажется, что это какая-то херня в духе сигма самцов. Понимаете, о чем я? Мне казалось, меня пичкали, хотя я не знаю, насколько это точно. Просто потом я начал смотреть ролики про докторов, которые специализируются, блядь, чем же они занимаются? Они делают что-то, пока ты спишь, чтобы ты дышал ртом, и такие, ну все, ты здоров, этот подбородок стал нормальным. А не такие, держи изоленту. Не знаю, это, наверное, один из тех моментов, когда я не особо хотел узнать больше по этой теме, или проверить, правда это или нет. А тебе это в твоей голове? Да, это так, я... А что, если я буду дышать через нос? Обычно я дышу через нос, потому что, ну, просто, когда дышишь ртом, воздух не фильтруется и все такое. Да. Я, да, мне хотелось бы прожить как можно дольше, чтобы я мог тупить как можно дольше. Да, просто мне кажется... Может, я стану японским политиком и устрою ад молодежь? Да. Круг замкнулся, детка. Мне кажется, ты почти всегда дышишь через нос, всегда понятно, кто дышит ртом, потому что... Разве? Да не, ну, просто... Не, 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 дай мне, пожалуйста, закончить. Ну, посмотрим, что ты сказал. Понять, кто дышит ртом можно только, когда вы в номере отеля и всегда есть один храпун, который такой, знаете, просто, просто, просто иногда... Иногда я храплю. Да, когда ты очень тихий, точнее, когда ты очень-очень устал. Но иногда ты среди корешей, ты знаешь, кто, блядь, из них храпит, и у тебя запускается своего рода таймер. Так, у меня есть буквально полчаса, чтобы заснуть, или я вообще не смогу заснуть. И дело ведь не только в храпе, верно, да? Есть и люди, которые храпят через свой нос, и есть те, кто храпит своим ртом. Блядь, понятно, когда люди храпят ртом. Да, 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 вот именно. Это просто... Как-то странно, просто в детстве я дышал через мой рот, и когда я спал, я дышал ртом. Почему это так смешно? Но это потому, что у меня была жуткая аллергия на пыльцу, поэтому мой нос был заложен, всегда. Поэтому я, блядь, что ты дышишь ртом Джоуи, ну, ёст, ты говоришь, чтобы оскорбить. Да, почти всегда так говоришь, чтобы оскорбить. Ты чё, блядь, ртом да, да, ведь... Кто так делает? Да, ну, это очень говорящие оскорбления, потому что, ну, сколько бы там я не говорил, но в голове четко рисуется, описываем образ, как для тебя так называют. Вообще, не знаю, это вы тема, веримо, что-то их... Чуть так смешно, я не знаю. Ящих из-за страны дыши ртом, страны рот отдых, черт возьми. Бред какой-то. Я начал в какой-то момент, я начал паранойить, что я дышу ртом. Я что начинаю дышать ртом? Я, это помню, да. Каждые 10 секунд я такой, я дышал ртом, боже мой, где, блядь, мой подбородок? Ну, боже, что за херем? Кажется, у меня наполовину выделяющийся подбородок, вот не знаю. Наполовину выделяющийся подбородок? Не знаю, у меня не подбородок, чадо. У тебя подбородок, дышащих через нос. Я такой, ну да, я дышал через нос в детстве, так что логично. Но опять же, у всего этого нелепое подтверждение, понимаете? Не знаю, насколько это точно. Когда я смотрел, это казалось псевдонаучным. Ну так оно и есть. Тем не менее, это поклонило, чтобы я задумался. Хотя не должен был. Теперь из-за тебя зрители будут так думать? Они такие смотрят и... Вот, черт, а я ты чертов. 90% делают вот так вот. Такие просто... Попробудок на месте? Все окей? Все нормально? Разве это не грустно, что мы переживаем из-за подбородка, а? Я не переживаю из-за подбородка. Зачем переживать из-за него? Не знаю. Скажи, а вот в детстве родители рассказывали тебе какую-нибудь байку, чтобы заставить тебя сделать что-то? Не знаю, если такие присказки в Японии, просто в Таиланде есть одна, она гласит... Если будешь есть на кровати, то в следующей жизни твоя душа будет в теле змеи. Я просто только сейчас об этом смогу. Очень эпично. Мне шикарно, давайте, я готов. Мне так говорили, чтобы я не ел в кровати, и, пожалуй, у родителей это получилось, потому что теперь меня бесит еда в кровати. В Японии тоже много своих знаменитых пословиц и поговорок. Одна из них – это «Если ляжешь спать сразу после еды, то превратишься в чертову корову». Это она, это... Это вроде... Мне кажется, это, наверное, перевели на нас, да, потому что у нас есть такая идиома. Ладно, есть что-то похожее. Полагаю, что да. Я же самому прекратила мне их говорить, потому что когда она говорила мне их, я тут же делал так. Просто в детстве я не верил ничему, что мне говорили. Ну, не, я это понимаю. Когда мне говорили, не ходи под лестницей или типа того, потому что это суеверие, да? Да, да, да. И я вот начинал ходить. Или про черное окошко на дороге. Да, я сразу же делал так. Я помню, как-то раз мама такая, «Какого хера ты творишь?» А я открывал зонт в доме, я хотел проверить, произойдет ли что-то плохое. Да. Я стоял и просто открывал его. Да, да, в Японии тоже есть подобное суеверие. И ничего не происходило. Я такой, «А, так в этом нет смысла». Ну, в том-то и дело, в основе японских пословиц лежат факты, которые вредны для твоего тела. Например, если взять и лечь спать сразу после еды. В этом есть своя логика, потому что если ложиться спать сразу после еды, то вся эта желудочная херня пойдет вверх по пищеводу, Почему от этих разговоров меня потянуло все? ...по жет на пищевод и травмирует глотку. И я такой, «А, ладно, значит, за этим стоит логичное объяснение». Круто. Ну, эти довольно странные пословицы. «А, типа, не свисти ночью, иначе приползут змеи, и я такой, «Змей глухий».» «Блин, звучит круто. «Змейная армия». «Змейная армия». «А как заклинатели змея?» «Там же дело не в звуках, а в движениях». «Да, дело в вибрациях». «То есть не в движении, а в движении рук заклинателя». «Откуда вообще взялись заклинатели змей?» «Я совсем забыл. Один из них простулся, и такой, знаешь, что? «Хочу заклинателем змея». «Поехали!» «Ну, не знаю. А заклинатели змей вообще еще существуют?» «Их же не совсем заклинают, они же просто двигаются в такт и все». «Да, но разве такое ремесло еще есть?» «В цирках, наверное». «Есть еще люди, которые такие, да, профессиональные заклинатели змей?» «По-любому все сложно». «Небось ртом дышал?» «Почему? Почему ты прицепился к этим словам?» «Не знаю, просто. «Слушайте, сказали, что так оскорбляют людей, и я теперь просто...» «Слушайте, если бучи, экстрактивные змеи, то есть ртом». «Игросенсы существуют, они могут работать кем угодно, мне поебать». «На мой взгляд, это одна из тех, ну, знаете, псевдопрофессий, которые еще совсем недавно существовали, как, например, ворожея, да? «Никто сейчас не говорит, я профессиональная ворожея». «Что за ворожея?» «Если его рода волшебники по скидке, да, кстати, кто это?» «Ворожея – это женщина, которая предсказывает судьбу, будущее и все такое». «А, это вот эта херня». «Типа гадалки, что ли?» «На подобии». «Такая профессия не должна...» «Но ворожея раззвучит в разы круче». «Такая профессия уже не должна пользоваться спросом». «Мне кажется, она уже не пользуется спросом, а гадание». «Не понимаю, как эта херня до сих пор есть». «Моя знакомая занимается этим, и я такой, ебать, ну ты и дура». «Серьезно?» «Да». «Что с магическим шаром, картами Таро и прочими?» «Типа гадает по руке и все такое». «Хиромантия». «Это типа хиромантия, да?» «Да, знаю такое». «Да, я типа...» «Да, вы видели рыб?» «И вот считаете, что Богу реально, блять, делать было нехуй, что он заморочился и специально набросал на твои ладони то, как пройдет твоя жизнь?» «Да этот мужик даже наполовину не додел ебаных рыб». «Да хорошо». «Я сначала не понял, почему тут рыбы?» «Что ж...» «Не, не, он не расписал это все, ему похуй на тебя». «Ну, знаете, иногда реально интересно послушать, что они рассказывают». «Ну, будучи людьми, мы очень любопытны, такова натура». «Да». «Это наша эгоистичная потребность». «Но я искренне считаю, что мы вообще неинтересны». «Мы сами должны сделать свою жизнь интересной». «А все вот эти вот гороскопы и прочая чушь, я не верю во все это». «Просто я считаю, что вселенная на нас поебает». «Ты что, не веришь в звезды и все такое?» «Нет». «Я, честно, тоже». «Послушай». «Я тоже». «Короче». «Типа вся, типа вся». «Да, да, я тоже». «Да, это хрен, с группой крови, линия на ладонях». «Да, да, да». «Группы крови в Японии популярны». «Нисколько какое-то там предсказание, просто как суеверие, там, что, типа, такая группа крови, такой характер в таком духе». «Ты все это полная хуйня. На мой взгляд, это прикольно. Если мне кто-то рассказывает, я слушаю». «Да, это в привлекательных целях. Я считаю это неплохим развлечением или, там, темой, чтобы начать». «Типа в мангах такое в аниме смотреться таким интересно». «Я не воспринимаю это в серьезно». «Художественное хорошее действие». «Столько скучное, что ты считаешь это увлекательным, а этого ждешь с нетерпением?» «Тебе нужно врать самому себе, чтобы почувствовать, что ты занят чем-то в жизни?» «Пиздуй, блядь, сделай что-нибудь». «На хуй. Хватит. Пойди и займись чем-нибудь. Хватит заниматься хиромантией». «У тебя нет подбородка, не изоления, ну да, непонятно». «Из-за того, что ртом дышишь?» «Я вот, я, ну да, я просто…» «Хватит заниматься хиромантией, но, пожалуйста, не дышите ртом, потому что это правда». «Я, я, я вот считаю, что есть модель поведения, которая может повлиять на твое тело и здоровье». «Да, да, да». «Вот, на мой взгляд, так можно сказать». «Конечно, мне кажется…» «Но мне кажется, ни одно мистическое существо не занимается тем, что выводит линии на твоей ладони, чтобы от этого зависело, каким ты будешь человеком». «Всю эта хуйня». «Ну да, есть чёткая разница, потому что, мне кажется, многие не понимают ряд нюансов, касающихся человеческого тела. Кое-какие вещи начинаешь типа после тридцати понимать и просто доходить типа о…» «Мы, в принципе, многое не знаем о человеческом теле. Мы едва понимаем принципы работы мозга, понимаете?» «Ну да, да. Нам, блядь, ещё десятки лет потребуются или больше, чтобы разобраться в принципах его работы». «И просто во всей Америке нет беды. Каким хуем они совершат этот научный прорыв?» «Нет беды. Какого научного прорыва не выйдет без беды?» «А называют себя страной первого мира?» «Вот именно, да. Беда у них нет». «Если они этого не поняли, как они собираются понять, что происходит в голове?» «Сначала задницу почистить надо, потом уже головой заниматься». «Я чувствую, что не было никаких открытий насчёт мозга». «Да нет, просто, наверное, отчасти, когда ты взрослеешь, когда тебе становится типа 30, ты понимаешь, что иногда у тебя просто будут проблемы с твоим телом. В детстве я считал, что всё проблемы можно решить, и всё будет как было». «Да, я тоже». «Да. Но ты не подозреваешь, что иногда у тебя может появиться проблема, и тебе просто придётся научиться жить с ней». «Так и есть». «Так и есть». «Так и есть». «Я просто надеюсь, что эта проблема не станет слишком невыносимой». «Смертельной, да». «Да, мне в почках ебать. Если они будут у меня, бля». «Да, вот мои сверстники, они начинают говорить о проблемах с коленями, и, к счастью, мои колени меня пока что не успокоят». «Ага, типа, боль в спине, колени, шеи, головные боли». «Славно Господь Бог решил такой, так, нужно дебафнуть всех, кто старше 30, причём дебаф у каждого разный». «Когда тебе исполняется 30, пока ты спишь, Бог подходит и херачит по коленям». «А его тебе и 30 дек. Ну, не знаю. Я смотрел ролик, как же его там. Возможно, вы тоже видели его в своих рекомендациях. Что-то про камни в почках». «Я собирался его посмотреть, он у меня в списке посмотреть позже, пока не видел ещё». «Да, да, просто очень интересный ролик, рекомендую. Просто там, блин, кажется, один парень, который, он популярен в ТикТоке, потому что он работает криминалистом или что-то типа вроде этого. «И он использует тела, которые завещают учёным, чтобы узнавать всякое про человеческое тело». «И этот парень очень популярен в ТикТоке, я забыл его имя. Он снимает короткие ролики типа «Зацените, это настоящий желудок». «Сейчас я его открою и покажу, как переваривается еда в желудке». «Но есть канал на Ютубе». «Он буквально показывает человеческое тело, которое было передано в утреностях». «Куда он их берёт-то?» «А, люди завещают свои тела учёным после смерти». «Окей». «Ну, ТикТоке, ну знаешь». «Да, да, да. Он работает в каком-то большом исследовательском...» «Посмотреть это, кстати, не так неприятно, как слушать. Для меня лично. Мне всегда было тяжело в некоторых уроках биологии». «Он просто такой... Теперь он не криминалист, теперь он ТикТокер». «Да, кто-нибудь проверял его полномочия?» «Да». «Там всё законно». «Он просто сумасшедший». «Уверен, если бы я появился с телом со словами «не-не, тело завещали». «Да, да, да, кто завещал мне тело?» «Очень мило». «Товарищ полицейский, мне завещали это тело?» «Давай, продолжай». «Он берёт настоящее тело, вскрывает его почки и объясняет, как появляются камни в почках, почему от них больно и так далее». «Блин, я даже представить не мог, что нечто настолько большое перемещается по моему члену». «Насколько большое?» «Некоторая очень большая». «Некоторые из них вот такие». «Тебе остается надеяться, что они раскрашатся в твоих почках или они не пойдут по каналам». «Используют ультразвук, а ультразвук вроде да. Его используют, чтобы раскрошить камни. Их ломают». «Надим буквально, арут, чтобы в итоге они треснули». «Понимаешь?» «Арут?» «И они крошатся». «Реально так не происходит». «Почему так много всем? Хорошо как болит». случае когда это не помогает когда они настолько кристаллизованы и твердые их буквально вытаскивают пинцетом прямиком из своего пениса наружу институт человеческой анатомии у него классный тикток канал звучит я не смог бы я не приношу больницы я бы сразу потерял сознание если мне делали такое поэтому я нервничаю от мысли что меня ждет впереди знаете когда тебе исполняется определенное количество лет каждый год приходится проходить колоноскопии все такое да я явно не жду с нетерпением того дня когда мне в жопу засунуть чертову камеру в принципе больницу это единственное чего и бля жопа не так страшно это не самое худшее и я не могу это объяснить на тексте сам меньше никогда не выходил так наверное можно так сказать дело много чего плохого то происходит просто я знаю что всякое происходит моим делом и я не привык нему мне нравится каждый раз у меня кружится голова пока не потеряю сознание ужас боишься уколов или типа того я на уколы поебать меня уже сайт операции все такое в народных предметах которые твоем теле до днях ходил к стоматологу и даже тогда он пихал мне в рот всякое говно пиздец как громко было у меня закружилась голова и это губля ну поэтому все не любят ходить к стоматологу просто в твоем раздаются звуки которых там быть просто не должно стоматологом я прописался я столько раз был там но мне все еще все еще не люблю ходить туда но правда нет таких проблем как у Коннора просто это сам процесс ну можно сказать болезненный даже если ты с наркозом и так далее все но там тяжело сидеть вот с ним ртом открыли долго все потом болит потом отходит от наркоза короче сам процесс утомительный вы себе глаза а я не могу себе нормально заклопать глаза я себе кап ну типа 10 на краешек вот где глаз заканчивается и потом типа моргаю и кое-как какая-то часть жидкости попадает а капнуть себе на сам глаз яблоко да вот на эту жидкость по сути я просто не могу я же не могу вас и сука блять и как только представлю мне уже хуёло становится вы что-то скажи никола блин в мою порой есть такой друг у которого было 10 операций это согласился почему ты блять так спокоен может и нет я не знаю как бы сказать врачу что я маленькая сучка я тоже произойдет да я просто смазка хотя бы мне повезло потому что мне никогда не делали операции или что-то типа того но просто сама концепция операции блять меня просто ужаса эта штука не дает мне уснуть даже безопасная операция даже идея что я буду под анестезией она ужаса я люблю операции которые без анестезии со слабой анестезией операции которые типа мои родители вроде мама была операция на сердце она должна была быть сознание что звучит уже не знаю как там но звучит уже убей просто просто ударьте меня биты по голове серьезно всему она все чувствовала я такой отвратительно что представьте да да вот именно это ужас в смысле тебя режут но раз надо значит надо дачу что возможно здесь дело в как вы знаете у меня гемофилия это когда тебя пошла кровь и и трудно остановить и каждые 36 месяцев мне надо больницу проходить осмотр чтобы убедиться стал ли хуже или лучше к счастью хуже не стало на выпуск они на белых ницах это был ужасный опыт потому что я чувствую себя больно в том районе куда я ходил обычно лежали старики уже при смерти да некоторые из них не могли говорить или даже думать мне было очень неловко потому что они говорили со мной не понимали этого когда тебе 13 это пиздец пугает о да я такой о боже господи ну да считай мельком подсмотрел свое возможное будущее да типа о блин я однажды могу стать таким же да еще и запах да и слова запаха в больницах всегда стоит очень отчетливый запах мне некомфортно от самой мысли об этом запахе это мне не нравится в стоматологах у стоматологов стоит запах от которого просто груб что это не знаю когда у стоматологов довольно стерильный запах не знаю мне кажется когда на чересчур стерильный но когда давай здесь слишком честно ну я будто попал на место преступления ой блин это снова все зале горкой залита меня бесит когда врачи со всем не разговаривают не шутят или типа того мне нравиться просто когда медсестра когда она такая веселая мне становится хорошо и сразу расслабляюсь когда сестра шутит она такая бляда я так всегда делаю и типа рассказывает смешные случаи с предыдущими пациентами в таком случае мне немного комфортнее но когда доктор молчит я такой что-то не так мне несколько даже шутки просто тогда короче от меня что-то нужно дать и подкройте пожалуйста там рот из перестра стоматологов опять же другого опыта мне особо нету короче когда-то объяснять сейчас я буду делать вот это типа то есть ты сидишь просто и не знаешь что происходит типа что что сейчас будет как бы это реально помогает поговорите со мной что происходит когда доктор не улыбается или я такой что происходит давай расскажи крайне серьезно относишься к своей работе но блин помоги мне расслабиться ту пиздец какой-то просто словно я на собеседовании да я помню лишь один раз когда я хотел пойти в больницу это была специальная больница кажется там был всего раз и там появился геймкьюб как раз когда я пришел и типа что это за мифическая больница именно да но почему в других такого нет я такой ну ладно я увидел его когда уходил и такой в следующий раз я точно поиграю в нее но когда я пришел кто-то блять спиздил контроллеры и там стоял геймкьюб а контроллеров не было там были супер марио саншайн супер марио страйкер супер марио пати броу откуда он у них зачастую купить даже было нельзя да вот именно зачем они купили приставку вроде ее им подарил благотворительный фонд или что-то типа того там была комната просто там было тогда мне было 12 то есть это была детская осуждаю осуждаю который подарил благотворительный фонд кто так делает кто так делает надеюсь это был ребенок как кажется у нас будут проблемы с этим не знаю является ли это оскорбление неоднозначным я не знаю но надеюсь что будет если это так приносим извинения просто не могу это воспринимать всерьез господи боже впервые слышу об этом я сказал при тебе слово базе на 1000 его российским на тот момент это была редкая консоль это был какой-то ребенок да какой-нибудь пацан на ребенок у которого нет геймкюба и он всегда хотел себе может он где-то спер геймкюб а контроллер забыл да просто в то время геймкюб кажется был не из дешевых и игры на него стоили дорого это же нинтендо да так что его родители были деньги на геймкюб но не на контроллеры поэтому он спер их из детской больницы чё на ему дела не знаю очень странно и очень нелепо пошел он нахуй я с нетерпением ждал когда поиграю в бро погоди а зачем ты ходил в эту больницу не знаю кажется для медосмотра ты такой мам не вам давай сходим в больницу пожалуйста мам на самом деле я ходил в больницу прям часто у меня было много травм но все из них оказывались легкими просто ничего серьезно и прочее синяки и вывихи ничего серьезного кости я никогда не ломал к счастью вау на честно не знаю как мне повезло потому что я часто попадал в какую-то хуйню твоя мама такая почему мой ребенок-то хочет в больницу да опять же порой потом родители покупали какие-нибудь конфеты и они такие да купим тебе сладенького покупатели я услышал поругали зачем они так не знаю как у вас ходили поругали великобритании покупают конфеты шоколадные там карамельки знаешь как они называются в австралии лолис мы называли лолис только леденцы да 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 есть знаменитая старая мемная фотография я стою в аэропорту сидная на мой взгляд было реально смешно я стал на фоне надписи лолис пакетики и такой стоял так что леденцы худшие конфеты всех времен просто я могу сказать что ненавижу лоли в любом виде вот помню как их покупали в 10 лет тебе давали конец галоли да ну пиздец леденцы со вкусом колы а мне со вкусом колы нахуй этот отстой же про чупачок да блин чупачок либо не леденцы со вкусом колы они просто не отстой ты словно ешь твердую выдохшуюся колу лучше я писать не могу выдохшаяся колы это само по себе плохо кому нравятся леденцы были полный его придумали чтобы дети долго ели конфеты которые по сути своей не совсем конфеты да я был умным и понимал что это трата это не оптимизировано я могу съесть куда больше не оптимизирована зубами ненавидел их никогда их не просил любые твои любимые ты всегда думаю думаю шоколад лучше всего смысле конфет но как правило это не считается конфета это что-то другое да мне очень нравится мне нравится либо пиздец вкусные кислые мне нравятся червячки червячки да тоже полоски и полоски радужные полоски да 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 блин эти конфеты просто охуенные о да ну у нас самый крупный уэльси в моем городе он буквально размером с наш сет гигантский но там буквально на каждой стене конфеты это круто и у них были охуенные кислые конфеты типа самые кислые конфеты в мире да 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 в эту жутко кислую хуй ту которую ты нам давал в том ролике было прикольно я люблю кислые конфеты да кислые мои любимые но ужасно то что после них нельзя пить вода на вкус ужасно сладкое на вкус да это нравится то что ты все другие напитки полная говнище когда водичка сладкая такой уху уху до biology о просто я я думаю что это так уж плохо это ж блять просто вода бро это просто вода добро mortes до мозга костей д gland вы люблю больше всего мой любимый снег наши Чипсы Уолкерс? Да, чипсы Уолкерс классные. В Великобритании так много вкусов чипсов. Это просто национальный колорит. Каждый ланч должен включать в себя упаковку чипсов. Да, не кукурузные. Картофельные. Картофельные. Кукурузные тоже вкусные. У нас так много классных брендов чипсов. Пиздец, обожаю Монстр Манч, обожаю Мак-Ойс. Мак-Ойс классные. Мак-Ойс классные. И ещё Уолкер Макс. Чувак, Монстр Макс окурительный. Скажу так. У Уолкерс Макс просто... Американцам это покажется пиздец какой глупостью. Они такие, о чём они говорят? Я и сам без понятия, что это. У чипсов Уолкерс Макс, у них просто оптимальный уровень, понимаешь, жирности. Да. Они, знаешь, как будто бы совсем чуть-чуть вредные. Немного странно, потому что мы даём, типа... Я не знаю, из чего состоит классический ланч в Австралии или Америке. Да. Но в классическом ланче в Великобритании обязательно кладут чипсы. Это обязательно... А в ланче школьников, да? Нет, в любом ланче. В любом ланче. В ланче кладут чипсы. Да. Ну, наверное, раньше я ел чипсы и всё такое. Да, в ланче скорее всего. Давно и чипсы не ел. Ну, опять-таки, в ланче в Великобритании не принято, что у тебя дома куча упаковок чипсов. А, нет, у нас тоже так, да. Просто в Великобритании в любом комплексном обеде есть чипсы. Неважно там, блин, теска или сабвей, когда-нибудь. Да, зайди в сабвей, там продаются чипсы, за ним в град. Лучше в райдущем про разделывание человека. Да, это очень в духе британцев. Как обыденность. Они просто солёные или удары по яйцам? Нет, у нас всё очень много вкусов, и, на мой взгляд, они потрясающие. Ясно. Я ещё не пробовал британских чипсов, которые бы мне не понравились. Ага. Например, чипсы Квейворс обожаю. Мне нравятся, даже несмотря на то, что... Короче, ты видел Квейворс до этого? По сути, это типа такие тонкие сырные завитушки. Да, завитушки со вкусом сыра, но они вообще не похожи на читос. Нет, нет, они намного тоньше, и без проблем можно съесть упаковок семь за один раз, потому что они очень лёгкие. Их цифр в том, что они лёгкие, в них около двух калорий, хотя их там практически на зубок, естественно, там около двух калорий. Да, вот эти вот. Да, потому что... О, нет, никогда не видел. Такие пиздатые. Ни разу не видел. Эм, у нас есть помберс, так же вроде они ещё во Франции есть. Помберс? Да, такие чипсы в виде медведей. Никогда не видел. Они очень вкусные. Такие такое медведи? Ну да, в Европе тоже есть, да? Медведи? Да, это немецкий бренд. Окей. Но среди других британских Монстр Манч мои любимые. Крису тоже нравится Монстр Манч, и ещё, кажется, Макойс. Британец до мозга костей. Да. Макойс норм, но я всё равно топлю за Уолкерс Макс. Ещё я погуглю, я погуглю. Британские чипсы, их просто дохуи ищут. Боже мой, мы... Очередное блядское отступление от темы. Да. У нас только... Все зрители из Австралии, смотрящие наше шоу, согласятся, что чипсы Red Rock Daily самые лучшие. Это единственный бренд чипсов, про которые я говорю с момента начала своей карьеры, что с удовольствием продам всем. У нас недавно, как-то раз незадолго до моего переезда в Великобританию, начался бум элитных брендов чипсов. А, ты про чипсы Кедл? Да, как чипсы Кедл. Они мне очень нравятся. Это бомба. Они прямо охуенные. Тиреллс? Я их тут иногда и в Японии вижу. Правда? Это типа британские премиум чипсы. Хотела френч фрайс? Да, да, да. И это ты ел их? Вроде да. Короче, это чипсы в виде картошки. Да, да, есть они, есть они у нас. Пиздец, какие вкусные. Кажется, они называются не фрэйс фрайс. Какой-то иной бренд. А, скверс? Я обожаю скверс. Так хуительные. Вот теперь ты говоришь по делу, Коннор. Прям в точку. Блин, сквер шикарный. Они квадратные, да? Они квадратные, да? Это такие очень хрустящие. Логично скверс. Градики скверс со вкусом уксуса и соль, пиздец, какие соленые. А есть со вкусом соли и уксуса, со вкусом креветок, со вкусом сыр и лук. Со вкусом креветок? Думаю, сыр и лук – это самый распространенный вкус в Великобритании. Со вкусом сыр и лук и пиздать же. Потому что в Австралии нет чипсов с сырым луком. Ты много упустил. Мой взгляд с сыром и луком – это лучший вкус. Самый лучший. Так ладно, единственные чипсы, которые мне пиздец как понравились, я попробовал во время поездки в Ирландию. Это тейтос. Тейтос? Кажется, такие есть только в Ирландии. Да, только в Ирландии. Но тейтос со вкусом сыра оргазмичные. Они очень вкусные. Но погоди, заебаный в рот. О чем мы до этого говорили? Скверс. Скверс. Скверс очень классный. А также у нас есть хула-хупс. Хула-хупс? Они есть в Америке? Уверен, что есть. Они такие круглые. Можно надеять на палец. Они как кольца. А, да, я знаю такие. Да, 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 да. Мастерин колец. У нас есть ник-некс. Мне они очень нравятся. Никогда их не пробовал. Это типа чипсы, которые покрыты конфитюром. Конфитюром? Так ведь, кажется, да. Может, они… Я не помню. Есть еще Водсиц. Странное название. Кажется, Водсиц тоже есть в Америке. Кажется, Водсиц есть в Америке. Джейкобс Минис. Как же у нас это все? По крайней мере, в моей молодости мало чипсов было. Буквально марок 5, а то и меньше. Помню Сенсейшнс, боже мой. Это были премиальные чипсы. Это все бренды Уолкерс, да? Да, все бренды Уолкерс. Да, потому что Уолкерс это… Как они называются в Америке? Лэйс. 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 Потому что сейчас нет австралийца, который мог бы меня понять. Ха-ха. Черт. Люди просто, судя по всему, многие английские новостные организации составили свои терлисты чипсов. Да, три корочки я тоже помню. Ну а, кстати, да, сухарики из сраженого хлеба. Кстати, интересно, они популярны? Опять же, сраженое хлеб – это же наша тема. Наверное, на Западе не особо они известны. Кто под худшего к лучшему? Я думаю, что это тема для стримов ночи, как думаете? У нас были очень популярные чипсы, называются Salt and Shake. Это упаковка несоленых чипсов, в котором отдельно шла соль. Вся суть была в том, чтобы посолить их и встряхнуть. Встряхнуть? Да. Добавляешь соль по вкусу. Да, да, верно. На вкус они как говно. Да. Да. Только хотел сказать необычный подход. Ведь, по сути, соль распределялась неравномерно. Да. Емеля был, да. Тоже помню. Потому что вся соль оставалась над неупором. Да, да, да. Ну да, если, ну, если будете в Великобритании, рекомендую попробовать наши чипсы. Да, мне не особо нравятся японские чипсы. Не, они вкусные. Хотя те, что спицы неплохие. Я только хотел сказать, что те спицы неплохие. Не понимаю, почему они вам нравятся. Да, я сказал Крису, что следующий ролик с ним я хочу посвятить дегустации японских чипсов. Ага. Что случится в духе, ну, два британца до мозга костей жалуются по поводу чипсов. Просто очень много средних чипсов. Да, многие местные чипсы очень средние. Особенно те, что в комбине. Местные вкусы просто дикость. Здесь продают оритос, но те, что со вкусом тако, совсем не похожи на тако. Здесь продается читос, который на вкус вообще не похож на оритос. У меня те же ощущения по поводу чипсов со вкусом пиццы. Что значит вкус пиццы? Да, это корочка. Да, судя по всему, такой корочки. Никакой, блядь, корочки вообще. Корки здесь не найдены. По идее, тебе должно нравиться. Нет корочки. Ну, это же пицца. Понимаете? Пицца это... Я всё по соус базу. Это же пицца. Корка должна быть в пицце, но не корочка сама по себе. Это... Ты это слышал? Он тупой. Я молчу, мы не будем опять начинать этот ебучий разговор о корочках. Мы уже это прошли, мы лучше этого. Давайте, давайте просто поговорим о наших патронах, пока мы совсем не ушли с этой темы в дебри. Слово о людях, которые точно не дышат ртом. Взгляните на этих... На этих патронов. Отвечаю, это многих оскорбит. Боже мой. Я надеюсь, что нет. Надеюсь, нет интернет-сообщества тех, кто дышит ртом, которые потом появятся из ниоткуда. Ну да, если вы не дышите ртом, переходите по ссылке на наш бусте в описании. Подписывайтесь, если со временем этот выпуск будет супер оскорбительным. Без задышащих ртом. Бля, скорее всего, станет. Это при следующем расовом оскорблении. Ну да, рассмотрите возможность подписаться на наш бусте, чтобы поддерживать проект. А также не забывайте про твиттер, присылайте мемчики на Сабреддит и слушайте нас на Яндекс.Музыке. Вот так вот. Я гуглю, считается ли дышащий ртом оскорблением. Это неважно, потому что Гарм произносит это слишком уютно. Слишком. То, как он акцентирует R в слове ртом, Гарант. Мне не нравится акцент, который ты на нём делаешь. Надеюсь, вам понравился этот выпуск трешового вкуса. Увидимся, ребят, на следующей неделе. Погодь, чё там? Тут написано, если вас назвали дышащим ртом, это является уничижительным выражением. Вы называете тех, кто... Вот толкование из Urban Dictionary. Серьёзно? У кого не хватает ума даже для того, чтобы научиться дышать через мозг. Я запомню, я запомню. Раз нам запретили слово на D на твиче и на A, мы можем зато называть таких людей дышащими ртом. Ну что, адаптация как твиче? Чё? Чё? Надеюсь, он его дождался. Увидимся. Что ж, это был самый мерзкий выпуск, наверное, в истории. Не в смысле плохой, но он был довольно мерзкий. По моему лицу это должно было часто заметно. Кошмар. Такс. Всё стандартно. Ссылки в описании. Лайки, подписки, поддержки оригиналов. Всё-всё, как обычно. Да. Не, ну, предыдущие были довольно анимешные, так что позволительно. Всё, конец записи. Всё.